Дорогой слушатель, привет! Костя Суханов тебя приветствует! Я сразу же поделюсь с тобой хорошей новостью. Благодаря вам, именно благодаря вам, дорогие слушатели, я смог взять в аренду для следующей книги это оборудование. И мне будет очень важно ваше мнение о том, насколько стало лучше качество записи. Номер карты для того, чтобы поддержать выход следующих книг, будет в описании. Рекламы нет для того, чтобы не мешать слушать. Я думаю, слушатель это ценит. Мы, а именно, актер Костя Суханов и автор этой книги Серж Корсаковский, желаем вам приятного прослушивания. Поехали! Друзья, обычно в начале книги или какой-то статьи всегда есть текст от автора. Так вот, специально для вас я попросил Сержа Корсаковски написать несколько слов, которые были бы обращены именно к вам, к нашим дорогим, любимым слушателям. Потому что эта аудиокнига первая в его карьере, скажем так, писательской. Я думаю, это будет интересно. Давайте послушаем. Привет, дорогие читатели, дорогие слушатели аудиокниг. Мне не важно, сколько тебе лет, мне не важно, какой ты национальности, мне не важно, каково твое социальное положение. Для меня важно то, что ты умеешь и любишь читать книги. Умеешь и любишь слушать книги. И посетил канал лучшего в России декламатора аудиокниг актера театра и кино Костя Суханова. А это только вселяет в меня уверенность, что ты любознательный человек, стремящийся к приобретению новых знаний и новых веселых впечатлений. Именно такой, как я сам. Извини, что обращаюсь к тебе на «ты», но это не официальное общение, а дружеское и просто человеческое. Фактически, мое обращение к тебе – это обращение к себе самому. Хочу представить тебе на суд свою новую книгу – юмористическую повесть «Корабль под названием Пелла». Опять повторюсь – озвученную профессиональным актером театра и кино Костя Суханова. Да так добротно озвученную, что мое время пролетело в прослушивании этой книги быстро и незаметно. Надеюсь, что и у тебя оно пройдет так же. Чуть-чуть расскажу, как этот шедевр юмористической прозы появился на белый свет. Что бы вы лишний раз ничего не гадали, ни к чему. Кстати, хочу заметить, что это не первая моя книга. Веселая. Их у меня написано уже пять. Пять книг. Сатиры и юмор. И могу утверждать с точностью до микрона. Никто в России не пишет лучше меня сатиры и юмор. В этом я уверен точно. Да и у тебя уже есть шанс или подтвердить мои слова, или поставить меня на место. Но мне почему-то кажется, что после знакомства с Пеллой ты мои слова подтвердишь. Да, еще. Я, как бы между прочим, являюсь еще членом Интернационального Союза Писателей. Но это не столь важно. Вернемся к аудиокниге. Эта аудиокнига у меня первая. Но, судя по всему, не последняя. В этом я уверен на сто процентов. Но чувствую, что ты хочешь задать мне вопрос, как же в моей голове зародился сюжет юмористической повести «Корабль под названием Пелла». Отвечаю. Ничего не таю. И не обманываю. Пусть даже мои слова будут казаться тебе лукавством. Будь уверен, я говорю правду. Есть у меня друг. Хороший мужик. Имеет свои некоторые привычки и хобби. Увлечения, то бишь. Ищет подводные клады. В Ладожском озере их, наверное, предостаточно. Хотя он еще ничего не нашел. Но веру в позитивный итог он, конечно, не теряет. Ну, сидели мы как-то, значит, с ним. Под чашечку чая рассказал мне истории из своей дайверской жизни. Интересные, скажу вам, истории. Некоторые даже вызывали подозрения в своей правдивости. Но я, как воспитанный человек, молчал и не выражал своих сомнений. И когда он закончил свое повествование, я ему предложил. Генка, давай я напишу повесть о твоих приключениях некоторых. Всем интересно будет. Много необычного. А он и говорит. Давай, пиши. Я еще тебе много могу рассказать. На том и порешили. Вот так стала появляться на свет эта прекрасная веселая книга. А тут у нас выставка в городе образовалась. Норвежские и датские викинги. История. Десятый век. Она-то и натолкнула меня на то, что я опишу в этой повести. Как древние северные воины случайно попали на берег нашей питерской прекрасной реки Небы и Ладожского озера, где по сюжету и будут разворачиваться все действия. Хочу сразу же сказать тебе, слушатель, эта повесть не из серии избитой категории попаданцы. Викинги не попадут в наше время, так же, как и Гиндос не попадет в исторические времена викингов. Все будут жить в своем времени, выполнять поставленные задачи того времени и думать то, как надо было думать в то время, в котором они живут. Но некоторые воли космоса и старого зелья северных воинов, мухоморовой настойки, будут ощущать присутствие друг друга и не понимать, что же с ними происходит. Почему викинги? Задашь ты мне вопрос. Отвечу. Это та категория древних воинов, которая часто посещала те места, на которых и происходят все приключения. И их, викингов, и генки с друзьями. А еще я скажу, что мне очень хотелось передать слушателю посыл, что и викинги, обыкновенные люди со своими привычками, со своими недостатками, со своими достоинствами, а не только те злые и бессердечные воины, кого нам описывают западные писатели. И ты, дорогой слушатель, в этом убедишься. Прослушав аудио шедевр, озвученный актером театра и кино, Костей Сухановым, он просто прекрасно передал в этой озвучке все характеры, все интонации, всю фабулу этого произведения. Я уверен, что ты останешься доволен. И я уверен, что твое мнение будет только позитивным. И я уверен, что ты захочешь послушать еще что-нибудь, веселое и развлекательное из серии повестей сатиры и юмора. Только на прощание прошу тебя об одном. Не готовь ты мухоморовую настойку, какую делали древние викинги. Не получится. Рецепт давно утерян, а незнание его приведет к нежелательным негативным итогам. А этого не надо. Читаясь, смейся, веселись. В этой повести главный герой Генка. Это невыдуманный персонаж. Он на самом деле живет в поселке Пелло, на берегу реки Невы. И в каждом современном герое этой юмористической повести ты увидишь сходство. С собой, с другом, с соседом. Да потому, что я передавал характер и привычки людей, которые нас окружают. И не выдумывал ничего. Ну что ж, желаю прекрасного прослушивания самой лучшей юмористической повести, озвученной самым лучшим актером театра и кино Косте Суханову. До встречи, дорогой читатель. Дорогой слушатель. Серж Корсаковский. Твой будущий любимый автор. Ну а теперь, Серж Корсаковский и Костя Суханов говорят «Поехали!» «Серж Корсаковский. Корабль под названием Пелло». Читает актер Костя Суханов. Глава первая О внезапном прыжке в параллельный мир. Залитый жарким солнцем неизвестный высокий берег, в который воткнулся старый разбитый дракар со сломанной мачтой, похоже, никому ничего хорошего не обещал. Да и широкая река тоже уже не выглядела миролюбивой и спокойной. Впрочем, как и все, что дракар окружало. А уж вороны, которые орали гнусными голосами на всю округу, вообще навевали поганые мысли. Возникало ощущение, что это не птицы кричат, а враги, которые сидят на каждом дереве и подают друг другу сигналы. Да ждут, как бы побыстрее исполнить свой вражеский долг и пленить всех, кого ни попадет. Причем, не оставляя шансов на освобождение. Вот и подумаешь, сходить на берег или не сходить? А может, уплыть отсюда подальше? А может, сойти на берег, сразу руки поднять и в плен сдаться? А может, там и нет никого? Вот задача! Вот над этой дилеммой и раздумывал Эдвин Лунолицей. Ярл и бывший предводитель каравана боевых дракаров, который после свирепого шторма в Варяжском море стал немногочисленным. Волею асов, верховных богов, они были закинуты в тихое русло этой неведомой реки для отдыха, подсчета убытков и иной ревизии. Обычное дело в дальнем походе. А ведь плыли вообще-то не сюда. Плыли в Исландию в ледяную землю. Но видно слабое знание астрономии и обильное употребление мухоморовой настойки, которую щедро подносил всем берсерк Хьельти, сыграли с ними злую шутку. После месячного плутания по Варяжскому морю и лютого шторма с ураганом, они оказались именно здесь, на беспокойных берегах этой неизвестной реки. Оставалось выяснить мелочи, что за река, что за берег и сколько еще осталось на стойке. Самый простой способ призвать верного Хедвига Аки и задать им эти вопросы. Но, судя по всему, вопросы Аки задает уже сам Один у себя Вальхаллен. Впрочем, как и другим, которые плыли на пропавших моресудах. «Эй, есть кто живой?» крикнул Эдвин во всю силу легких, с удивлением поглядывая на переломанные в щепы весла и порванные в ленточке паруса. «Если есть, то придите ко мне! А если нет, что делать тем, кого нет?» Я еще не решил, поэтому продолжать орать смысла не было. И он замолчал, прислушиваясь. «Есть!» Вдруг отозвался чей-то сдавленный хриплый голос, и вдруг, словно в поддержку этого голоса, понеслось со всех сторон. «Есть! Есть!» «Так не орите! Идите сюда, я жду!» Через несколько минут викинги, оставшиеся в разуме, приблизились к Ярлу, и, окружив его, приготовились держать совет. Не забыл притащиться и про шелыгах Ялти. Он, как всегда, нес подмышкой связку сушеной кильки, дежурную бутыль с настойкой из красных мухоморов, приготовленной любимой бабушкой, и несколько чарок для потребления онной настойки. Первым, как положено по статусу, взял слово Эдвин. Он мимолетно опустошил чарку божественного напитка, как обычно, не закусывая после первой, и начал речь. «Значит так, слушать я вас пока не буду, слушайте меня вы, и ищу, думайте о сложившейся ситуации всей головой, потом скажете мне свои видения, чтобы решить, как поступать дальше». «То есть я решу, но мне не каждого учту». «Так вот, плыли мы, значит, на новое место нашего пребывания, а приплыли не пойми куда. От тридцати дракаров осталось два, но второй из-за дыры в боку скоро с ним, казна-то на нашем. Хотелось бы знать где мы, но вижу по вашим постным рожам вопрос не для вас. А для кого? Правильно, для меня. Отвечаю, берег нехороший, но на растительность богатый, в земле наверное есть и железо, и серебро, а может даже и мамонты в мерзлоте вечной. Дичь в лесу, мне кажется жилища поблизости нет. Осталось сойти на берег и осмотреться, да? При упоминании о казне Эдвин на миг зажмурился и с наслаждением представил маленький дубовый сундучок, отбитый в честном бою у северных соседей, чье содержимое определенно было поводом возить этот сундучок с собой. Мало ли, какие-то более сильные личности потребуют немедленной платы за сохранение лодок или, скажем, жизни? Да, отозвался за всех на речь ярла молодой викинг в огне спокойной. Да, вождь, да, но давай поступим немного по-другому. У меня на веслах грек сидел, умнейший человек. Помнишь, мы из варяг в греки плыли воевать? Так вот, я его в Элладе после боя на бочку селедки обменял тогда. Я посмотрю, если живой, то мы его расспросим, а он все нам и расскажет, где мы, кто мы и надо ли здесь высаживаться, а если нет, то тогда я не знаю. Отыщи, приведи, а ты, квист, быстро на берег. Поднимись повыше и копни землицы. Посмотрим, из чего она состоит. Если подойдет под урожай или вдруг в ней железо, оставимся тут. Дальше не поплывем. Река прекрасна, берег тоже. Прекрасны? Да, я сказал прекрасны. Чего счастье искать? Оно, похоже, само нас нашло. Иди, Вагни, ищи грека. Грек нашелся быстро. Он валялся на самом верху кучи из недоживших и уже собирался к Аиду, подальше от бури и морской болезни. Но когда грубые руки стащили его и поволокли на совет, понял, что смертность сегодня отменяется. Ну, верный сын Эллады, рассказывай все, что знаешь, ничего не утаивая. А знаешь, ты все, по лицу вижу. Но если не все, то почти все, говори. Где мы, куда нам и зачем нам? А вот и квист. Ну что, набрал земли? Давай сюда. И землю, грек, посмотри, хороша ли? Скажу. Река эта пока без названия. Течет из озера Нева в Варяжское море. Живут здесь инкери и жоры, то есть. Дальше русы, там край богатый. Но русы воины хорошие. И ловить вам там на одной лодке нечего. Утопят, как котят. А вот если с добром придете, то и жить сможете. Рыба там, зверье разное, земля чего-то родит, но это там, через небо плыть надо. А здесь? Ну чего ты мне эту землю в ладонь тычешь? Грек взял в руку землю, поданную квистом, и, растерев ее пальцами, кинул за борт. Пела, задумчиво проговорил он, пела. По-нашему, по-гречески, глина. Не родит ничего, только кирпичи. И все. Ладно, Грек, иди. Мы еще посоветуемся, как дальше быть. Кстати, Хелти, а что это ты утром орал, как перед боем? Да город какой-то привиделся после мухоморовой настойки. Большой город, у нас таких нет. Сиелый, сегремел, светлый, дракар железный у берега. Вообще ничего не понятно. Думал, куда это я попал, брошу пить. И куда город исчез? Там остался, за порогами. Ох, и сильная настойка, бабкина. Сильное спасение нет. Выпей побольше, еще не то увидишь. Попробуй. Да, Эдвин, впрочем, как и все викинги, знал, что мухоморовая настойка тем была замечательна, что из труса делала героя, а из мертвого живого, а также порождала видения удивительные и необъяснимые. Рецептом этого зелья в общине обладали только два человека. Старый мудрый жрец, почти родственник ватану, и бабка берсерка Хьялти. Она знала все. Потом, сейчас в путь к русам, сундук с собой брать не будем, добра в нем много, здесь закопаем на берегу в чаще, ну мало ли что, русы русами, а нас мало осталось, примут нас, обживемся недолго, и на обратном пути вернемся, а на первое время хватит и оружия с нашей доблестью. Эх, мало нас осталось. Все, идите, проверьте провиант, наведите порядок, скоро в путь, аки, останься, че скажу, и подождав, пока соратники отойдут достаточно далеко, чтобы не подслушать, обратился к плюгавому одноглазому норману, значит, так, сейчас возьмешь сундучок, ну не тот, а другой, тот, что под мусор, пересыплешь в него малую толику золота и каменьев, понял, малую, сойдешь на берег, там прикопаешь, но сам не возвращайся, пропади, как будто в сражении погиб, или зверье тебя слопало, я через некоторое время за тобой вернусь, пусть думают, что богатство наше пропало вместе с тобой, так спокойней всем будет, спокойней, все понял, аки, и тихо произнес, глядя вдаль, да, мало нас осталось, аки ждали почти сутки, викинг не возвращался, не смог, а может быть не захотел, в общем, пришлось ожидание закончить, чего попусту ждать, сев за уцелевшие весла, команда дала судну ход, а ярло, глянувшись по сторонам, наполнил до самых краев большой рог напитком по рецепту бабушки берсерка Хьелти и помахал рукой невидимому товарищу, который уже сутки скрывался в густых береговых зарослях. Дождавшись, когда дракары скроются за поворотом реки, Акки напялил на голову железную каску с одним оставшимся рогом, взял под мышку сундучок, в котором на дне перекатывались драгоценные камешки и двинулся вглубь неизвестной земли, дабы исполнить приказ своего ярла, перечиск которому не стал бы даже в своем самом страшном сне. В это время на дракаре Эдвин опорожнил сосуд, уселся поудобнее и закрыл глаза, намереваясь немного вздремнуть в дороге. Однако всего несколько минут спустя раздался мелодичный звон, за ним непонятный шум, который заставил ярла поднять веки и даже открыть от удивления рот. Да, бабкина настойка была сильна. На берегу, где некоторое время назад были только деревья и тишина, выросли загадочные верфи с неизведанными даныни дракарми. Среди шума из полохов огней била жизнь. Стояли железные леса, железные мачты, железные суда, железный город. Эдвин еще некоторое время смотрел на дива, одновременно прислушиваясь к шуму, такого он еще не видел, хотя напиток берсерков употреблял почти регулярно. Видимо, этот был с изюминкой. Недаром Хиалти тоже орал о каком-то городе. Там за порогами. Эдвин снова прикрыл глаза и откинулся спиной на борт дракара. Сундук здесь, друзья тоже, значит, вперед к русам. Как же непонятно и чудно устроен мир. Как же непонятно и чудно устроена природа. Вот возьмем, к примеру, эту тучу, которую уже два часа поливает дождиком и без того насквозь промокшую местность. А вместе с ней котов, не успевших попрятаться в укромные места, собак, а, впрочем, какое мне дело до этих собак и котов? Да никакого. Себя жалко. Пришел по-человечески посидеть на берегу, рыбу посчитать, воздуха целебного вздохнуть. Не тут-то было. Набежала треклятая со стороны города. Теперь пока не выжмется, не будет солнца. И почему в нашей местности ветер дует ни в одну сторону? Гнал бы он эту тучу туда, в озеро? Нет! До половины догонит и обратно дует к заливу. Так так и толкает ее туда-сюда по реке, пока не опустошится вся. А вокруг в окрестностях солнце светит, праздник природы, рассуждал вслух человек по имени Геннадий, забравшийся под одной из лодок в несметном количестве раскиданных на берегу. Он пережидал дождь. В очень неудобной позе периодически отплевывает песок от сырости предательски превратившийся в красно-грязную кашу и забивающийся во все щели, включая рот. Где-то отдаленно еще раз громыхнуло и капли дождя, до того безостановочно стучавшие под днищу перевернутые лодки, стали падать заметно реже, а потом в щель между краем борта и грязной каши песка вонзился солнечный луч. Генка встал на колени и немного напрягшись спихнул лодку с плеч на песок. Потом перевернул ее так, чтобы получилось место посидеть и подсушить изгвозданную одежду и организм. Солнышко заметно припекало, джинсы и рубашка превратились в песчаный комбинезон. Стало тепло, из носа потекло. Никак простудился? Этого только не хватало. Хм, где там бабулины капли? Надо принять срочно. Бабули утверждают, что от них и их не будет бед. Парнишка похлопал себя по карманам, извлек аптекарскую склянку с какой-то мутной жидкостью и вздрогнул, вздрогнул от откликнувших его голосов. Генка, привет! Че сидишь? И чистый такой, никак опять подземный ход искал. Может, золото не бей лонгов? Вопросы прозвучали из уст неизвестно откуда появившихся двух девчонок. Шел бы лучше на работу устраиваться, на пропитку. Пропиткой назывался старый шпалопропиточный завод на краю городка, где работало много местных жителей. Романтик, нет тут никакого подземного хода, и золота тоже. И откуда девчонки только узнали, что Генка уже второе лето подряд ищет подземный ход, якобы связывающий два берега реки и набитый несметными богатствами. И не надоело бабке тебя кормить, продолжили они в унисон. Вон, брат твой, совершенно другой человек, целеустремленный, правильный, а ты ни рыба, ни мясо мечтатель. Едко хихикнув, девчонки исчезли так же быстро и незаметно, как появились, а подвергнутый критике Гендос остался в гордом одиночестве. Успел только кивнуть им вслед и гордо сказать, да, солнышко медленно, но верно возвращало окружающему привычный вид. За спиной Генке грохотал завод, быстро текла широкая река, и дым, вечно горящий свалки мебельной фабрики, принял стандартное отчитание и распространял по окрестностям нестерпимую вонь. Генка повертел в руках аптекарскую склянку, чутье подсказывал, что с надоби лучше чем-нибудь запить, иначе не приживется. Тем, что знал состав зелени понаслышке, сам собирал для него сырье по категорической бабулиной просьбе. Бабушка его женщина добрая, даже, можно сказать, прекрасная, любила обоих своих внуков, но, видимо, Генку сильнее, потому что именно ему она поручала подобные ответственные дела. Тем более, что он их выполнял почти беспрекословно. Как-то раз, пока внучек на кухне напивался чаем с клубничным непревзойденным вареньем, старушка ласковым, но не допускающим возражения, тоном попросила «Геночка, возьми-ка корзинку и сбегай в лес, собери мне красных мухоморов, понял, идол, красных». «Зачем, бабуль?» «Я в газете местные, надо, если прочитала, от всех недугов рецепт. Трава-то, какая требуется, у меня есть, включая мяту. Только мухоморов нет, а они главные. Так что, давай-ка, к речке слетай, их там много». «Хорошо», ответил ей Генка, подцепил вместо корзинки ведро и пошел. Заполучив грибы, бабушка принялась превращать их вместе с прочими травмами в некий чудодейственный эликсир, по своей целебности многократно превосходящий самые американские средства. Она резала, варила, процеживала, смешивала до тех пор, пока не превратилась все в дымящую вонючую кашу, да еще бросила палочку дрожжей напоследок. После вылила эту гадость в большую бутыль и сунула все под кровать. Закончив манипуляции, она зачем-то предупредила, что, ежели, упаси бог, из бутылки поубавится, то виновный будет примерно наказан. Генка, естественно, бабушкин наказ исполнил, под кровать не совался. Однако, вскоре забродившее месиво выбило пробку и вылилось на пол, источая такой аромат, что одуревшие мухи хором падали с потолка и больше никогда не вставали. Все! Удовлетворенно подытожила бабуля, разливая жидкость по маленьким склянкам. Готово! Готово так готово, не стал спорить Генка, на всякий случай засовывая одну из бутылочек в карман. В общем, этот всякий случай наступил, только запить нечем. Но на нет и суда нет. Генка держал склянку в руке, не решаясь откупорить, слишком свежа в памяти вонь, которую источал чудодейственный эликсир. Наконец выдохнул, крутанул затычку на горлышке, запаха не было, то есть не то, чтобы совсем не было, но вместо удушающей вони нежный аромат. «Как? Почему? Да кто разберет? Может, бабкины травы взяли верх? Или время?» Шмыгнув носом, Генка отхлебнул рекарство и чуть не выплюнул его тут же вместе с завтраком и прочим содержимым желудка. Да, более противной микстуры весь мир не видел и никогда не увидит. Однако зелье все-таки провалилось внутрь, к желудку, нещадно обжигая пути, по которым продвигалась. Как только Генкин мозг снова заработал в полную силу, он первым делом выкинул в песок эту злосчастную склянку с бабулиной отравой. Устало лег на спину прямо в лодке на скамейку. В голове зазвенело, но из носа перестало течь. Он наконец задышал ровно и спокойно. Вместе с дыханием стало восстанавливаться положительное восприятие мира. Ему захотелось заснуть под мерный плеск воды и ни о чем не думать. Генка силой воли стряхнул наркотическое приближение сна и резко выпрямившись сел, обратив свой взор к реке. Несмотря на то, что глаза были открыты достаточно широко, ему подумалось, он все-таки умудрился видимо заснуть напротив Генкиного вынужденного бивуака по самой обычной привычной реке примерно посредине проходили два слишком старинных судна на веслах с рваными белыми парусами с бородатым дядькой, который стоял на носу первого из кораблей. Эта картина сопровождалась гортанными непонятными криками, сопровождавшими каждый взмах серых весел. Генка понял, что спит и проснется нескоро, однако случайно подвернувшийся гвоздь торчащей из скамейки определенно свидетельствовал сна нет, все явь. Глава вторая о том, как личное мнение не совпадает с общественным. Крепко зажав во рту деревянную пробку от увесистой бутыли, навязанной им в поход любимой бабушкой берсерка Хьелти, Эдвин луннолицей вспоминал маму. За свою недолгую, но активную боевую жизнь он прошел немало морей и речек, не говоря уже о горах и долах, и штормы прошел, и ураганы, его поливала и роса земная, и хлеби небесные, его кусали и скорпионы черные, и медведи серые, но теперь он решительно отказывался понимать, с чего вдруг эта лужа, куда они заплыли по недоразумению и жадности, принялась бурлить и волноваться с такой силой. Вообще, складывалось впечатление, что боги задумали отнестись к ним совершенно наплевательски, и сам главверх Один, и богиня его, тоже главная. Как там ее? Забыл. Пробка в зубах мешала думать и сопротивляться нежданному рогану, который безостановочно бушевал, разбивая ярлого сознания его дракары. Бешеный ветрюга рвал паруса и кожаные доспехи, гнул гвозди рога на драгоценных железных шлемах, ломал весла и волю к победе. Шторм смеялся над викингами, над их совершенным бессилием, подсвечивая свое веселье блестящими молниями и грохоча литаврами грома. Дракар, который с дырой в боку уже было совсем собрался мирно опуститься на дно озера вместе со сломанными веслами и драным, как старая тряпка парусом, заодно прихватив всю отчаянно сопротивляющуюся урагану команду, ну, видно, передумал. Очередная волна издевательски вышвырнула его на непонятно откуда взявшуюся в этом чертовом озере мель и бросила там на мели со всем содержимым поразмышлять о смысле бытия. Второй же Дракар, тот, что под командой ярла все еще болтался на воде, но радости от этого никто не испытывал. Впрочем, горе тоже. Не до эмоций сейчас, весла бы сохранить и парус. Эйдвин луннолицый, уставший жевать пробку и в сто первый раз вспоминать маму, снова настойчиво попросил богов унять свою прыть и утихомирить озеро. Неожиданно сработало. То ли боги услышали просьбу, то ли у ветра закончились силы. Ураган стих, и начался обыкновенный летний ливень, такой развеселый и плотный, что вызвал навязчивое желание утопиться в нем, чтобы наконец-то вся эта утомительная хрень закончилась и больше никогда не начиналась. Впрочем, с появлением солнца желание отпало само собой. Оглядевший ущерб, который нанес невольным искателям лучшей жизни ураган, куча тел вперемешку с дровами весел. Эйдвин вытащил изо рта мешавшую размышлять пробку и прорычал. Все, что ли, живы? Значит так, викинги, Верховный Один оставил вам жизнь и меня. Позже разберемся, кто жив, а кто не очень, пробормотал под нос берсерк Хьялти, вытаскивая свое грязное грозное тело из кучи свалившихся на него корабельных снастей и молчаливых товарищей. Хьялти, живой, обрадовался Яру, это хорошо, разберешь завалы, кого можешь поставь на ноги. Эх, давно я так не веселился, это ведь покруче будет, чем битва с северными братьями, помнишь, как они нас проучили? Но если бы мы тогда не убежали, прытка, победа была б за нами. Конечно, помню, мой бесстрашный вождь. Помню весло, которое разломали мою голову, помню и сундучки с нашим золотом, тем, что мы отбили в южных краях. Помню, чтобы спасти эти самые сундучки, нам и пришлось дружно отступить. Да, кстати, живы ли они? Их ведь пять было. Сундучков с нашим золотом. Живых, ялте, живы, но не пять их осталось, а четыре. Аки один забрал на берег. Аки, ответил Эйдвин и внимательно поглядел на стоящего перед ним берсерка. Потом поглядел еще разок и решил, что от соратника надо срочно избавляться. В ближайшее время. И еще подумал, что вовремя пересыпал драгоценности в свой сундук. Остальные-то были пусты, как голова стоящего перед ним викингах Ялте. Один из этих пустых, но малая толика золота там, конечно, болталась, был торжественно отнесен на незнакомый берег Плюга у Малти. Оставалось три, но в будущем Ярл проблемы этим не предвидел. Тем временем народ, находившийся на дракарах, стал понемногу приходить в себя и подавать признаки жизни. Оарон позвал Эйдвин и из дыры, пробитый злым камнем в борту соседнего корабля, высунулась помятая рожа с рыжей склокоченной бородой. Да, мой вождь? Построй воинов, хочу посчитать, посмотреть, сколько и кто именно. Ревизия личного состава прошла успешно. Всем, кто остался в своем уме, ну, более или менее после сумасшедшего урагана на незнакомом озере, было строго велено привести себя в порядок, оружие в готовность, равно как и позаботиться о корабле. Сам же Эйдвин укрылся под парусиной, что натягивали на носу судно для защиты от непогоды с заветными сундучками, три из которых были пустые, но от этого своей заветности от них не лишились. Хьелти же на правах назначенного смотрящего орал в хаотично суетящихся викингов, одновременно пытаясь разглядеть среди них своего друга и соратника Вагни спокойного. Вагни, залезь на мачту, надо разобрать ее от тряпок, то есть распутать остатки паруса, да, и саму мачту посмотри, не треснул у Альпетра, а? А то дальше на одних веслах пойдем, хотя, да какая разница, и так на веслах, у нас не парус, ленточки. Вагни спокойный, отлепился от борта дракары, где он с неподдельным интересом созерцал пустоту, которую обычно заполняли боевые щиты викингов, вздохнул и ловко, как обезьяна, пополз по мачте на самый верх, распутывая по пути остатки паруса. Добравшись до конца, он некоторое время молчаливо глядел вдаль, подставляя свое унылое нормандское лицо солнечным лучам и свежему морскому ветерку. Вдруг он вытянул вперед руку и, буравя в воздух указательным пальцем, дико заорал, что немедленно привело в ступор всех маломальски шевелящихся викингов. «Корабли! Корабли! Ярл! Враги! Много!» Эйдвин луннолицей быстро вылез из-под парусины и вскарабкался на нас дракара. Он твердо приставил ладонь ко лбу и стал вглядываться вдаль угомонившегося озера. Осмотр прошел результативно. К мирно дрейфующим судам викингов приближался целый караван кораблей, торжественно вытянувшись в длинную вереницу. Через некоторое время стали различимы дружные взмахи весел, синие, красные паруса с изображением солнца, громкая речь их главаря, который маячил на ладье, чей нос был украшен головой неизвестного чудовища. Видимо, битвы не избежать. Воины, берите в руки оружие, защищайтесь в неравном бою, и самих себя защищайте, и своего ярла. Думаю, Один ждет нас в Вальгале, так войдем же туда героями, не трусливыми собаками, тем более, что трусливых собак туда не пускают. Бессмертие будет даровано всем нам. Произнося эту пафосную речь, Эдвин про себя подсчитал потрепанных соратников и, признаться, несколько оторопел от результатов наблюдения. Боевых товарищей оставалось так мало, что к Одину можно было отправляться прямо сразу, не сражаясь. Однако, северный характер в переговоры со здравым смыслом не вступал и не признавал никаких компромиссов. Только бой, пусть даже последний. С того дракара, что стоял на мели, викинги выпрыгнули в воду и, выстроившись в цепочку, подняли вверх тяжелые мечи. Всего тринадцать воинов. Эдвин скрипнул от безнадежности зубами, и у пятерых из них вместо мечей весла. Слабоватое оружие против экипированного как следует противника. Впрочем, на безрыбье рак рыба. Проклятый шторм! Он отобрал оружие у верных викингов, но их мужество и воинская доблесть не зависели от погоды. К тому же, на его дракаре мечей хватило всем, стоящие по бортам норманы даже успели их обнажить. «Арн!» крикнул Эдвин викингу, руководившему дырявым дракаром. «Вот! Возьми сундучок с золотом! Припрячешь у себя! Живым останется! А, впрочем, нет смысла! Живых, похоже, не будет! Лучше пусть отойдет к повелителю моей Ньорду! Его расположение наверняка еще пригодится! Перекинув за борт обе руки, Ярл разжал пальцы, сундучок булькнул и отправился вниз на неведомую глубину. Чужие суда были уже совсем близко, они сманеврировали и выстроились в длинный ряд перед застывшими в ожидании нападения викингами. На нос флагманской ладьи вышел здоровый седобородый, весь одетый в железо вождь враждебного каравана и с нескрываемой усмешкой оглядел соперников, стоящих по колено в воде с поднятыми мечами и веслами. Затем как-то по-доброму ухмывнулся, повернулся к своей дружине и отдал непонятную команду, после чего весла, до того поднятые вверх, дружно опустились на воду и грибцы также дружно вспенивая воду, развернули боевые суда в обратную сторону. Викинги, совсем уж приготовившиеся, отправиться в Вальгаву, остались в недоумении. — Так видно, боя не будет, задумчиво изрек Эдвин, провожая взглядом караван уходивших вдаль судов. «Не будет, бой это!» «Как это?» раздался крик Норманов. «Кто это?» «Кто это бы, ярл?» громче всех орал берсерк Ялти, судорожно сжимая свой меч. «Кто ярл?» «Кто?» сам себя переспросил Эдвин, тихонько ответил. «Рус!» «Рус!» Сундучок упокоился на глубине, пристроился выли легко и тихо, как положено сундучкам, хранящим внутри недрагоценные камни и золото, а воздух и пыль. Да пусть лежит. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь его и вытащит? «Говорю же тебе, почему ты меня категорически не слышишь? Здесь этот подземный ход здесь! Все приметы на это указывают. Лучше бы я дубину с собой взял, а не тебя!» Тот хоть не спорит. Кстати, не ты ли хотел в каком-то архиве карты старые раздобыть? «Ха!» Я тебя за язык не тянул. Я, к примеру, что обещаю, то и делаю. Вот он, магнитометр. «А где твои карты?» «Молчишь?» «Молчи!» «И копай там, где сказано!» «Где инструмент указал!» Генка любовно погладил издающую тоскливый вой электронную бандуру и словно сверху вниз поглядел на Димона. Тот молча приготовил лопату и чугунную кирку, другой не было. Димон аккуратно протер клинок лопаты, проверил пальцем, насколько она остра и, устав от Генкиных бесконечных норовоучений, с хриплым выдохом загнал ее в землю по самый черенок. «Ну, сколько копать-то?» «Километр!» попытался пошутить Генка, но увидев ошарашенное лицо друга исправился, но не знаю. Он только на восемь метров глубину берет. «Ты че, родимый, упал? Восемь метров? Да здесь через полметра глина пойдет, и эскаватором не поднять!» Говорил же, «Да и че попроще возьмем, а? миноискатель какой-нибудь? Нет! Купил не пойми что, денег кучу вбил, а теперь копай, говорит, восемь метров!» Ну да, с магнитометром Генка, наверное, дал маху. В целом, Димон был прав, но без этого инструмента совершенно невозможно было осуществить одну давнюю заветную мечту. Мечта эта проста, как полкопейки. Найти старинный подземный ход, который якобы, если верить летописям, вел из несохранившегося до наших дней дворца с этой стороны реки на тот, другой берег. Для воплощения задуманного, чтобы осуществлять безумные поиски, то и дело возникали неразумные траты, каковые и влекли за собой всяческие бытовые лишения. Например, последним приобретением, поглотившим все имеющиеся деньги, был как раз этот чудо-прибор с чарующим названием магнитометр. Двое еще школьных приятелей Дубина и Димон согласились поучаствовать на добровольных, так сказать, началах. То есть, начало, конечно, добровольное, но все равно пришлось наобещать каждому долю от несметных кладов, если таковые найдутся. Димон был ужасно умный и очень даже начитанный, однако делать совершенно ничего не умел и был отпетым лентяем. Дубина же, наоборот, в отличие от напарника, не знал ничего, но работоспособностью мог вывести себя с самого злостного стахановца. Кстати, Геннадий, а ведь я принес архивные карты и еще кое-какие документы, касающиеся нашей бессмысленной работы и этой прекрасной местности. «Слушай, а бабку твою чего в милицию таскают? Самогонку гонят?» Никакую не самогонку. Она недавно новое лекарство какое-то состряпала на мухоморах, вычитала в какой-то газетенке рецепт колдовского зелья, а бабуля по старости лет прозевала финал приготовления, но вся эта кухня и рванула. Вон, неделю на весь квартал стояла, даже МЧС вызывали. МЧСовцы хотели в лабораторию отправить, но у всей команды башню постревала, пруд обезвреживали, пока их всех скорая не забрала. Ну, и тут, конечно, милиция, полиция и прочие службы все-таки сделали анализ лекарства. Оказывается, бабка сварганила настойку, которую викинги готовили. Рецепт был утерян давно. Пытались, естественно, восстановить, но до нее никому не удавалось. У бабули по слабой памяти, нетрезвому уму и авантюрному характеру получилось. Вот теперь и таскает, чтоб досконально все вспоминала. Да не вспомнит она ничего, все без толку. Зря таскает. Она не помнит иногда, как зовут ее, а про рецепт подавно. А как ее зовут? То есть как? Бабушка. Копай, копай давай. И карты показывай, Кулибин. Что копать надо было именно здесь? Генка был просто уверен. Не зря, что пара оторал, как бешеный. Ну и что, что глина? Кому сейчас легко. Димон ковырял землю с полчаса. Яма у него получилась, правда, не глубокая, не больше полметра. Наконец, лоток уперся во что-то металлическое. Находка оказалась бестолковой, не слишком нужной искателем древних кладов и прочих подземных богатств обыкновенной ржавой лопатой, брошенной, по-видимому, такими же авантюристами, пытавшимися откопать здесь что-нибудь ценное, вроде золота. Давай теперь там попробуем. Генка махнул в сторону поля, поднял магнитометр и поволокся с ним по высокой траве. Через десяток метров аппарат снова неистово заверещал, словно советую покопать еще немного. Генка отнес его в сторону в надежде, что проклятый прибор наконец уймется. Увы, надежд магнитометр не оправдал. Продолжал орать на повышенных тонах. Наверняка здесь что-то есть. Димон, втыкай вешку. Похоже, что-то большое. Хватай ящик за вторую ручку. Пойдем измерим расстояние. Встав друг напротив друга, под заполошенные завывания магнитометра кладоискатели двинулись вперед. Метров через сто они уже переглядывались с нескрываемым недоумением. Аппарат не умолкал. Через триста метров у обоих возникло ощущение, что под ними как минимум внезапно открытые залежи железной руды. Однако через пятьсот метров их надежды оборвал грубо столб, на котором под коротким матерным словом отчетливо читалось «Осторожно, кабель». Все, гендос, пойдем домой. Хватит на сегодня. Эта хрень орет на любую железку. Я думал, что только на благородный металл так реагирует. Здесь железо, сам знаешь сколько, война ж была. Обалдеем копать, пойдем лучше я к тебе карты покажу. А, есть кое-что интересное, есть. Молодые люди пошли прочь от столбика с надписью «Время от времени» лениво переругиваясь. Самый короткий путь к дому был поперек поля, и вот они выбрали. «А давай, давай плюнем на этот ход», мусолил свое разочарование Генка. «Может, его вообще никогда не было, и все вранье. Лучше в озеро сплаваем». «Вот там, там было, там где-то баржа утопленная, у косы. Найдем ее, разбогатеем в раз, слышь, завтра поплывем на катере. Да подожди ты, куда несешься? Давай отдохнем хоть, димон остановился, и Генка с облегчением опустил на землю порядком оттянувшей руки магнитомета и машинально нажал кнопку пуска. Аппарат, помедлив буквально секундочку, внезапно заверещал так, словно под ним прятались все клады мира. Поморщившись от резких звуков, Генка взял лопату и вопросительно глянув на Димона, воткнул ее в землю. Ну, копнем напоследок, да? Димон снисходительно кивнул. Копни, копни. Видать, не накопался еще. Генка снял кусок дерна, чтобы облегчить работу, потом взял щуп, воткнул его в землю и надавил. Щуп ушел в мягкую землю сантиметров на сорок и во что-то уперся. Ага, совсем рядом, хорошо, значит, копать недолго, неглубоко. Через пять минут энергичных движений лопата скользнула почему-то. Почему-то железному, вызвав металлический скрежет. Генка забрался в вырытую яму и начал аккуратно очищать от налипшей земли находку. Кое-как очистив, он поднял на Димана взгляд, в котором отчетливо сквозила крайняя степень изумления и произнес облизнув пересохшие губы «Сундук! Сундук, твою мать! Наш сундук, наш! Ну как так-то?» Глава третья Складывай все в одну кучу, потом разберем. Развеселое солнце показалось в небе уже не на миг, а вполне основательно, что вселило радостную надежду в измотанные тяжелым ураганом души северных воинов. Несмотря на свалившиеся неудачи в виде утерянных безвозвратно парусов и дракара с пробойной, который застрял на мели, викингам все больше хотелось пить и воевать. Тем более, что внезапно появившийся караван боевых судов русов так внезапно исчез в туманной доли, не причинив потрепанным воякам никакого урона. Хоть русы могли. Превосходство в боевой силе и гражданской сознательности было очевидно. Осмотрев стоящих по колену в озерной воде викингов, Эдвин Луннолицей погрузился в нервные раздумья и подсчеты. Чем сильнее он старался свести дебет с кредитом к положительному балансу, тем отчетливее понимал, что ситуация складывается отнюдь не в его пользу и не в пользу измотанной сумасшедшим ураганом команды. Но принять решение было надо. Пусть даже оно не очень-то понравится какой-нибудь части его команды. Эдвин приготовился к небольшим возражениям и легкому бунту. Он соорудил на лице суровую мину и торжественно возгласил «Войны!» Цепочка стоящих в воде викингов по горькому опыту предчувствуя подвох забеспокоилась, обнажились мечи и весла. Уф, воины! произнес он гораздо мягче, растянув пасть в добрые улыбки, ибо почуял стремительное приближение хаоса. «Войны!» «Сейчас мы будем принимать решение, как положено на совете, что нам делать дальше, а вы пока забирайтесь обратно в свой дырявый дракар и ждите его, этого решения. Все!» «Аарн!» «Ты лезь на мой корабль!» «Выслушай, с чего мы там надумали и перескажешь людям!» Рожебородый главарь разбитого судна кивнул головой и двинулся в сторону ярлого дракара. Он успел сделать буквально пару шагов, когда на безмятежной поверхности озера осталась видна только его рогатая шапка. Арна не было. Местонахождение рыжебородого скитальца теперь определяли только пузыри на воде. Ярл боковым зрением заметил, как с борта его корабля сиганула чья-то туша, вызвав каскад брызг и бурленья вод. Через минуту туша показалась на поверхности и он с облегчением узнал берсерка Хьялти, доблестно злого воина главверха Одина. Хьялти держал подмышки незадачливого Арна. «Так, совета не будет», подумал Эйдвин. «Оставайтесь на своих местах и оттуда слушайте. Вигги, проверь, насколько широка эта мель. Вильфред, приготовь веревки, попробуем сдернуть с нее дракар. Хьялти, а ты пока проверь здесь глубину. Вдруг наш сундучок недалеко лежит. Достанешь? Вагни, распорядись насчет обеда. Ну все, вперед, воины!» После проведенных мероприятий обстановка несколько поменялась. Правда, хуже стало или лучше, Ярл определить не мог. Дырявый дракар общими усилиями вместо того, чтобы вытащить на чистую воду, посадили еще глубже на мель. Эдвин с гордостью подумал, что так могли сделать только его славные воины. Результат их трудов был всегда абсолютно непредсказуем. Напрашивался вывод, что они, а значит и он, непобедимы. Вигги уже пятый раз измерял ширину мели. Вернее, ширину он определил довольно быстро и в данный момент, видимо, измерял ее длину, так как давно пропал из вида где-то у горизонта, в районе какого-то зеленого острова. Сундучок так и не достали, глубина помешала и даже Ингвар, которому для устойчивости привязали к ногам здоровенный камень, не смог как следует прояснить ситуацию, потому что так и не вернулся. Ни с сундуком, ни без сундука. Видно, до дна еще не добрался. Его подождали минут десять и плюнули. Решили обедать без него. Явится уж тогда. После того, как все более или менее прояснилось, Эйдвин лунолицей собрал на своем дракаре особо приближенных викингов, чтобы держать совет. Слушайте меня все, но прежде всего Арн, это относится к тебе. Ни для кого здесь не секрет, что дырявый дракар вытащить не удалось. Это значит, что команда осталась без средств передвижения. На свой корабль я всех посадить не смогу, да и не хочу. Эйдвин взглянул на насупившегося Арна, но продолжил. Бросать вас, конечно, никто не собирается, но некоторое время придется посидеть на берегу. Здесь нас дожидайтесь. Мы пока сплаваем за Аки и обратно. На том острове будете жить, откуда сейчас Виги притащился. Даже весла на оружие вам поменяем. И вот еще что, для укрепления вашего боевого духа и хорошего настроения оставляю вам сундучок с золотом. Чтоб, значит, жить стало лучше, жить стало веселее. Арн, все понял ты? Ну так иди, чего дальше высиживаешь? Остатки команды с покалеченного дракара собрались быстро. Взяли только по паре сухарей на брата, оружие и маленький тяжелый сундучок, который торжественно пер Виге, как человек уже знакомый с Донным рельефом, и поэтому могущий обеспечить наилучшую сохранность ценности по пути к острову. Впрочем, Арн на всякий случай в подробностях расписал наказание, которое неотвратимо вас следует, если дракметаллы в сундучке подвергнутся усушки или утряски. Викинги выстрелились в цепочку и по колено в воде побрели в сторону маячившего в тумане острова, а уцелевший дракар, ловко поменяв курс, усилиями дюжих гребцов поплыл на вход кустю реки, впадающий в это озеро. Добрались без приключений. Летний ветер дул ласково, волны не разгуливались и видимость была хорошая. Корабль легко скользил по тихой воде. Даже сидевший за веслами раб грех Толмач старался грести за двоих в надежде обменять ударный труд на вольную. Впрочем, в любом случае выбора у него особо не было, напарник громко храпел, прикорнув к борту. Однако безмятежный ход судна вскоре был нарушен при неприятнейшем известии. Викинги путешествовали по этой реке не одни. На том самом месте, где они давеча зализывали раны, нанесенные штормом, стояли на якоре шесть чужих кораблей, причем явно укомплектованные воинами под завязку. Их заметили. Эдвин лунолицый, смотрящий вперед с носа своего корабля, резко обернулся к гребцам и ошалело крикнул «Стой! Стой! Табань! Да табань же! По курсу дракары к бою!» Пока команда выполняла приказ, Ерл попробовал идентифицировать противника. Не русы точно? Похоже, даны. Да! По расцветке парусов и гортанной речи. Они! Вот ведь непруха! Ужас! В поисках какой-нибудь поддержки он обвел взглядом товарищей. «Ну что? Похоже, приплыли. Готовьтесь к битве. Одно хорошо. Кодину придем с оружием в руках. Утонуть разбитыми в щепки волнами куда позорнее. Посмотрим еще, что за соперники. Первыми нападем. Че тянуть-то?» Он слегка задумался, глядя на вражеские дракары. «Понятно уже, что это за публика. Датские братья, воины кунгуры Рагнара, ярлом у них похоже Эрик. Это не трусы. Не отпустят вас ваясье. Тем более Эрик знает о сундучках. Его дружина преследовала уже драка Рейдвина в Варяжском море. Только благодаря урагану ценой разбитых кораблей, потеряв полкоманды, удалось уйти в русло этой реки. И теперь снова здорово нашли. Ну что ж, померяемся с силой. Хьялти! Где бабушкина настойка? Налей-ка мне целый рог. Вообще всем налей. И греку. Что он там стоит, как неродной? Грек! Завязывай глину теребить. Иди, меч бери. Дайте ему меч кто-нибудь. Приняв из рук Ялти рог, наполненный мухоморовой настойкой до краев, Эдвин лунолицей выпил и задумчиво прикрыл глаза. Через минуту в ушах что-то зазвенело, однако, вопреки ожиданиям, шум раздавался не внутри головы, а шел с берега и был каким-то уж очень необычным. Усилим воли, открыв глаза, Эдвин с удивлением обнаружил нечто не просто неожиданное, невообразимое. Берег был утыкан с железными мачтами, каменными, высоченными постройками, светился разнообразными огнями, по зеленой палубе шустро сновал какой-то странно одетый народ, и над всем этим гигантским кораблем висело ослепительно яркое солнце. Это корабль Ялти, «Корабль? Какой громадный! Что это? Чье это судно?» Ялти, который еще не приложился к рогу с заветной бабушкиной настойкой, вопрос застал врасплох, но он быстро нашелся, переадресовав его греку, который стоял неподалеку и, как обычно, мял в руках кусочек синеглины. «Ну-ка, Элайдин, сын, говори, что это? Что за корабль?» Ялти сначала оттолкнул его в плечо, а потом в сторону берега. Но грек-толмач, как всегда, был глубоко в себе, поэтому отнесся к рукоприкладству довольно равнодушно. Он задумчиво посмотрел на свои руки и произнес «Пэлла, глина, пыль, проклятый грек опять говорил загадками, и Хьелти чуял, что эти слова не вызовут одобрения руководства, потому как к вопросу имеется самое туманное отношение. Однако, взглянув в глаза Эдвина, понял, что отвечать придется именно ему. А что говорить-то? «Пэлла, ярл, Пэлла!» «Корабль под названием Пэлла!» задумчиво произнес Эдвин луннолицей, поднимая меч. «Сундук! Ей-богу, сундук!» Генка снова облизнул пересохшие от пыли губы, выпрямился и с отчетливым подозрением посмотрел на Димона. «Иди-ка сюда, родной друг, руки из карманов вытащи. Давай, вытаскивай, кому сказал?» Димон недоуменно уставился на ни с того ни с сего поменявшего тон Генку и на всякий случай сделал шаг назад, от друга подальше. «Чего надо?» «Иди сюда!» «Чего тебе, придурок?» неуверенно просипел Димон, но отступать больше не стал и руки из карманов вытащил. Они, к нераскрываемой радости Генки, были пусты. Генка подошел вплотную, подальше отшвырнул лопату и проворно обыскал ничего не понимающего дольщика. В результате обыска были обнаружены перочинный нож, рулон туалетной бумаги, спички и какой-то подозрительно знакомый флакон с непонятной жидкостью. Ножик, лопату и рулон бумаги он метко забросил в ближайшие кусты. Потом обстоятельно проверил местность вокруг ямы с сундуком на предмет камней, палок, железок и прочих годных для разбойного нападения предметов. Ты чё, сбрендил? Зачем всё это? А чтоб когда я буду сундучок вынимать, у тебя не возникло намерения меня по башке чем-нибудь приложить. Псс, совсем спятил, ну а рулон бумаги чем помешал? В газете читал, рулон туалетной бумаги, если намочить, становится крепче шланга. Да ген, туалетной бумагой, если её намочить, становится как кисель, придурок, иди копай, то есть, доставай. Генка вернулся в яму, но бдительности не терял и искоса поглядывал в сторону стоящего поодаль Димона. Через пару минут под торжествующее кряхтение сундучок был извлечён на свет. Генка порылся в карманах, нашёл грязный носовой платок и протёр крышку сундучка. Вязь какая-то, арабская, наверное. Сундук явно старый очень. Сохранился отлично. Интересно, он здесь давно лежит? А чё ему не сохранится-то? Глина кругом. Глина воздух не пропускает, вот и не гниёт. Ты лучше открывай, открывай давай, не томи, что ли. А чё ? Чем открывать? Нож дай! Нож! 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 Открою! Ты ж придурок выкинул его! Типа подстраховался! Вот ведь! Димон безнадёжно махнул рукой и двинулся к кустам, куда предусмотрительный Геннадий пошвырял колюще-резущие предметы. С трудом отыскав нож, он вернулся, протянул приятелю инструмент и усмехнулся. Хе! Ну на, кулибин! Кстати, делить-то как будем? Ну, что значит как? Как договаривались, тебе 30%, мне с женой 70%. Жена-то при чём? А бабушка, случайно, не в доле? А тётя с дядей? Ну, не ори, я же тебе про жену говорил. Когда охотно идём, она помогать будет, кирпичи выносить или, например, еду готовить. А сундук-то при чём? Ну, хорошо, ни при чём. Тогда тебе 40, мне 60, магнитометр мой, я ведь в него кучу денег вбил. О-оп-оп-оп-оп-оп, всё, получилось. Открылся сундук-то. Несколько раз щёлкнув, крышка сундука поддалась, и Генка, затаив дыхание, медленно её приподнял. Облом. Сундук был совершенно пуст. Дорога домой была недолгой, но грустной. О чём тут было говорить? Обсуждать горькое разочарование? Лучше вообще ни о чём помалкивать в тряпочку. Генка с Димоном так и сделали, хоть время от времени бросали полные ненависти взгляды на тёмный сундучок, который Генка нёс подмышкой, зачем-то обернув его старыми тряпками. Ну, давай, до завтра чё. Хрен с ним с этим подземным ходом, не забыл? О нём, похоже, всё равно никто не знает. На озеро завтра. Баржу искать. Или якоря. Якоря в цене теперь. Дубина сказал. Там на озере у косы якоря валяются. Дубина видел. Там неглубоко, метров двадцать. У меня все принадлежности есть. Баллоны, костюм. Я всё купил. Только компрессора нет, чтобы баллоны воздухом наполнять. Ну, наплевать. Минут на тридцать хватит, я заправил, а потом, когда якоря найдём, купим. Генка закончил тираду, сплюнул и начал прощаться. Кстати, Димон, а где бумаги-то из архива? Ты же говорил, что накопал интересного. Ну да, накопал. Какой же ты, Гена, придурок. Ты их вместе с туалетной бумагой выкинул. Димон устало вырвался, зло зыркнул на подельника и побрёл обратно. Геннадий вошёл в дом. Бабуль, вот, смотри, что принёс. Можешь там, не знаю, нитки хранить. Возьми его, это, на рынке купил. Он с размаху грохнул сундук о пол и устроился пить чай в ожидании товарища. Димон обернулся быстро. Видно, сегодняшняя находка прибавила ему энтузиазма. Только переступил порог, сунул Генке в руки пачку каких-то листков и, не переведя толком дыхание, заговорил. На вот, здесь разные, но все касаются нашей местности. Интересного, конечно, мало, некоторые вообще тупые, но я их взял. Хотя бы вот эта вот, какая-то вдребезги древняя, но к ней перевод есть. Сам смотри. И он протянул лежащему на диване напарнику бумагу с пятнами неизвестного происхождения. Давай, чего там у тебя? Генка взял замшелый листок и стал медленно читать в полголоса. Сились осмыслить прочитанные. Не слишком успешно. Сыроядцы поганые, пресеси тины. Вот белиберда-то, ладно. А дальше? Голомя габина яти. Да не понять ничего. Голомя, истяяти, узаречье, златочи. Да ну тебя, выкопал не пойми что. Ты б еще на эсперанца принес что-нибудь. Не тупи. Там на обратной стороне перевод. Дай-ка сюда. Вот. Варвары языческие посетили нас. Много золота захватили. Много людей погубили. Генка не дал Димону дочитать. Не надо про это захватили погубили. Решили же. Все. Завтра пойдем на озеро к косе. Там якорь и баржу поищем. Понял? Все, пока. Надо отдохнуть хоть немного. Наутро, как договаривались, кладоискатели встретились на берегу реки. Конечно, быстро отчалить не удалось. Они битый час укладывали в Генкин катер всевозможные свертки, мешки, мешочки, в которых были упакованы продукты, лопаты, уголь, кислородные баллоны, свинцовые боты и много-много других полезных вещей. Когда осадка катера стала уже впечатляющей, Генка волевым решением оборвал загрузку. Хватит. А то потонем в этом озере без якорей. Так, все взяли. Можно ехать с ветерком. Димон вальяжно раскинулся на сиденье и шикнуло нахальную ворону, расхаживающую по борту. Так грубо каркнуло, и вместо того, чтобы лететь, надменно повернулось к человеку черным хвостом. Это вывело Димона из себя. Он порылся в кармане и извлек из него небольшой аптекарский флакончик с мутной жидкостью. Прищурился, прикидывая расстояние до наглой птицы. Геннадий еле успел перехватить его руку. А откуда у тебя эта хрень? На берегу нашел, а что? Ничего. Мой это флакончик. Я его как раз потерял недавно. Там капля от поноса. Да ладно, расслабься. Шучу я. От носа, от насморка. Ладно, наплевать на каплете. Выдвигаться надо. До косы добрались быстро. Как птицы долетели, если учитывать среднюю скорость катера. Волны не было, поэтому шли ровно, уверенно, без толчков в корпус. Не болтались, как пробка в воде. Геннадий сидел на капитанском стульчике и давил газ, пытаясь выжать максимум мощности из японского мотора. Приехали, здесь нырять будем. Главное не нырнуть. Главное вынырнуть. Хохотнул Димон. Генка напяливал неспешно дайверскую амуницию и одновременно просвещал приятеля по части техники безопасности. Очевидно, что способность Димона влезать в неприятности на ровном месте была феноменальной. И никакие советы тут не помогут. Но все же... Предупрежден, значит вооружен. И ответственности меньше, опять же. Хотя ответственности в силу авантюрного склада характера Генка как раз не боялся. Ты, главное, Димон, в бинокль смотри, не отвлекайся. Я двинусь туда, он махнул рукой, к острову. Увидишь, что я всплыл, заводи катер и забирай меня. Якорь поможешь поднять, понял? И не спи тут. Да, блин, с дубиной ты легче. Ему хоть по сто раз объяснять ничего не надо. Ладно, пошел я. Генка вставил в рот трубку, натянул очки и перевернулся через борт катера. По воде пошли пузыри. В темноте на глубине озера, где он медленно дрейфовал, ничего интересного, как всегда, не было. Посмотрев на часы, он решил, что пора убираться потихонечку. Кислорода оставалось маловато. Он уже приготовился оттолкнуться от дна, но заметил рыбку, притаившуюся в иле. Вокруг кружилась щука, готовилась к атаке. В Генке внезапно проснулся их теолог и дарвинист. Надо было помочь. Помочь щуке пообедать. Он шаркнул ногой по дну и взбил песок. А рыбешка стремительно поплыла прямо хищнику в пасть. Насладившись сценой естественного отбора, Генка посмотрел под ноги. На дне что-то поблескивало сквозь донную грязь. Он встал на колени и разгреб руками грунт. То, что он увидел, едва не заставило его проглотить дыхательную трубку. Это был сундук! Сундук! И за что ж такое везение-то? Глава четвертая. Потери и находки. Важны и не очень. Это корабль, Хьялти! Лопни мои глаза, какой громадный! Как может быть судно такой величины? Хьялти еще не приложился к рогу с бабушкиной настойкой, и вопрос застал его врасплох. Однако он быстро нашелся, призвав к ответу грека-толмача, который молча стоял неподалеку, растирая в пальцах по своему обыкновению кусочек синей глины. Что это, грек? Хьялти с широким жестом указал в сторону берега, который своими очертаниями впрямь немного напоминал огромный корабль. Флегматичный Эллин, как всегда, был на своей волне. Он задумчиво поглядел на свои руки, синей от глиняной пыли, и произнес «Пэлла, пыль, глина». Довольно скоро до Хьялти дошло, что эти три слова никак не отвечают на вопрос, который задал ему храбрый ярл. Кроме того, в глазах Эллина ясно читалось, что отмолчаться не получится. Надо было сказать хоть что-нибудь. «Пэлла, ярл, это Пэлла!» И на всякий случай тихо добавил. «Ну, глина, пыль». «Это корабль! Корабль под названием Пэлла!» — прокричал Эдвин Лунолицый, воздевая меч. «Викинги! Воины! Берите в руки оружие! Защищайте своего ярла! Защищайте богатства, которые послали нам великие боги! Готовьтесь к встрече с Одином, который ждет вас, своих верных храбрецов, в Альгале! Так вперед!» Все, не исключая Берсерка и Грека с синими ладонями, выслушали выступление ярла с большим интересом. И всем, кроме зануда толмача, речь очень понравилась. Грек, надо сказать, не особенно возражал против того, чтобы взять в руки оружие. Но к Одину и прочим вот он им не собирался, равно как и к Каиду или даже к Осирису со всеми гуриями. Он, конечно, в общем порыве поднял навязанный ему к Ялте меч, но при этом не забыл присмотреть пути отступления. Датские викинги, побросав весла, привалились к бортам и с интересом рассматривали героических норманов Эдвина, которые под воодушевляющую речь своего ярла выстроились в боевой ряд. Игра в гляделке продолжалась недолго, да она и дернулись к веслам. Их корабли быстро окружили судно противника, после чего на нас флагманского дракара взошел сам предводитель. Широко ухмыльнувшись, он смерил взглядом кучку разнокалиберных бойцов, которые, судя по удалому бряться не в мечей, видимо, решили дорого продать свою жизнь и честь. Даже несмотря на явное меньшинство. И язычно прокричал. Я Эрик, верный воин и сын своего конунга Рагнара. А вы, похоже, воины Эдвина Луннолитцева. Я вижу его среди вас. Точнее, впереди вас. А еще вижу, вы все собрались к нашему великому Одину в Вальгалу. Спрашиваю вас, викинги, зачем? Зачем так рано покидать этот мир? Наши противоречия можно разрешить, не вступая в схватку? О-о-о! Бесстрашный берсерк Ялти и храбрый Вилфред! Принимать решение, конечно, тебе, Эдвин! Какое решение должен был принять Ярл, Эрик сказать забыл. Может, от волнения, но, скорее всего, наоборот, от очевидной безнаказанности. Смерив тоскливым взглядом драккары датчан, обложивших его судно со всех сторон, Эдвин опустил меч, шагнул вперед и зарал во всю силу легких. И что же ты предлагаешь, Финриров сын? Не поверишь, Эдвин, жизнь! Когда вы так ловко сбежали от нас, слившись в эти незнакомые воды, с вами были сундуки. Тяжелые такие сундуки с очень нужным нам богатством. Предлагаю вам их отдать. Вы нам сундуки, мы вам жизнь! Выгодный обмен! А после я, великодушный Ярл Эрик, отпущу вас с миром! Таких наглых слов Эдвин Луналицы не слышал отродясь. Он обернулся и, понизив голос, зло скомандовал. — Значит так, когда я подниму меч, все на абордаж ближайшего дракара. С нами Один! Поняли? Меч — это сигнал! Хьялти в ответ радостно кивнул головой. — Бою быть! Викинги напряженно замерли в ожидании сражения. Все, как один, сжимая в руках кожаные рукояти тяжелых мечей, и внимательно следили, как судно из вражеского кольца пошло на сближение. Не иначе, как прибрать сундучки. — К бою! Вперед, торы вы дети! — зарал Эдвин, энергично размахивая мечом в направлении шального датского дракара. Приученные понимать своего ярла с полуслова, воины тут же устремились в указанном направлении. Навстречу противнику с решимостью, сулившей беду всякому вымогателю чужих богатств. Викинги во главе с Хьялти молча перепрыгивали на вражеский корабль, но там, на чужой территории давали волю чувствам и глушили данов нестройными боевыми выкриками, самым стройным из которых было пожелание скорой и мучительной смерти. Остальные, не менее громкие, намекали на действия совершенно противоестественные. Берсерк, успевший во время переговоров принять изрядную порцию бабушкиной настойки, работал за двоих. За себя и за трусливого сына Эллады, который в результате малой своей трезвости не сумел преодолеть высоту вражеского борта и теперь одиноко скучал, глядя как викинги ярла Эйдвина очищают от викингов ярла Эрика их же собственный дракар. Предводитель данов довольно скоро смекнул, что в этом бою перевез в ярости физической силе на стороне северных братьев и отдал приказ оставшимся кораблям присоединиться к схватке для восстановления статус-кво. Через час, несмотря на неизбежные людские потери, сражение успешно закончилось, Эрик, ухмыляясь в рыжую бороду, язвительно поинтересовался у побежденного противника. «Ну что, Эдвин, где сундуки-то? Где мой приз?» «Твой приз ты забирай. Там он, на моем дракаре. С нами что делать будешь?» Буркнул, ярл, потирая разбитую челюсть. «С вами? А что с вами? Сейчас решу что-нибудь. Ты меня, главное, не торопи. Эй, Снорре, сходи-ка покуда за сундуками. Посмотрим, что за сокровища, припрятанные у братьев наших норманов». Один из дружинников Эрика сорвался с места, перемахнул через борт и, отодвинув флегматичного грека, уверенно направился к носовой части дракара, как будто знал, что другого места для хранения добра еще не придумано. «Ярл! Вижу два сундука!» «Два? Странно, и что там?» Снорре открыл первый сундучок, с нежностью оглядел золото и драгоценные камни, которые так симпатично блестели, смешавшись в одну приятную большую кучу. Во второй можно было и не смотреть, без надобности. Он был такой же милый, такой же тяжелый, ну, разве чуть легче. «Золото, Ярл! Золото и камни! Неси сюда! И вот что, бери один, тот, что потяжелее, а второй оставь, ладно уж. Я сегодня как-то особенно великодушен. Ты, Эдвин, знатный воин, да и вообще противник хоть куда. «Весело с тобой! Оставлю тебе твой дракар и сундук! Ха-ха! Видишь, добр я, хоть и суров! Эй, Снорре! Ну, долго ты там собираешься возиться?» Снорре с явной неохотой оторвался от созерцания дивной картины. Золото и камни, что может быть прекрасней! Он закрыл сундук, прихватил второй подмышку и отправился в обратный путь. По дороге снова пришлось двигать грека. «Вот, Ярл, я первый сундук там оставил, второй взял, чтобы интереснее было. Те богатства-то уже видели, а здесь неизвестно что, но наверняка лучше, чем в первом. Камни крупнее, я думаю. В общем, как ты велел, я так и сделал!» Эрик Рыжебородый поставил военный трофей на грибную скамью и приготовился открыть крышку сундука. Однако в этот самый момент из-за поворота реки, откуда ни возьмись, показались незнакомые паруса, причем в приизрядном количестве. Внимание Ярла резко переключилось, он быстро навскидку оценил приближающуюся силу. Ситуация, очевидно, складывалась в чужую пользу. Эрик спихнул сундук под скамейку. «Эй вы! Живо за весла! Уходим!» «А ты, Эйдвин, прощай, нам больше встречаться смысла нет, я свое взял. В общем, всего тебе, брат, самого хорошего!» Датчане довольно долго гребли без передышки и прошли значительное расстояние по этой доброй реке. Незнакомые паруса превратились в еле различимые точки. Только тогда Рыжебородый расслабился. «Ну, все! Счета оторвались! Снорре! Достань наш сундук с богатством! Посмотрим и поделим! Или нет? Поделим потом!» Снорре нагнулся, ловко достал из-под скамьи сундучок и передал его Ярлу. И Эрик любовно взял в руки увесистый груз и на всякий случай, повернувшись спиной к любопытным товарищам, открыл крышку. Команда, поднявши весла, с замиранием следила за манипуляциями и ждала, когда же откроется крышка, стараясь угадать при акции своего Ярла размеры добытого сокровища. Эрик не заставил долго ждать. Вряд ли его боевые товарищи были готовы к такому странному проявлению чувств. Ярл выглядел растерянным. Он приподнял повыше открытый сундук и перевернул вверх тормашками. Сундук был абсолютно, безусловно, пуст. Даже одинокая случайная монетка или камешек не завалялись в его недрах. Не говоря ни слова, под гробовое молчание верных соратников, Эрик с размаху швырнул сундучок в быстрые воды этой незнакомой реки. 30%? Нет, ну как так-то? Это что, честно? Разве 30% по-товарищески? 50% еще туда-сюда. А за 30% пусть сам колупается в этом... в этих... экскрементах. Вот. С женой на пару. Вот вынырнет, вынырнет. Ага. Сразу ему скажу. Сходу. Или 50%, или пусть другого дурака поищет. И это мое последнее слово. А кого он возьмет вместо меня? Дубовика? Нет. Дубина. Занятой человек. Он ржавые корабли восстанавливает. И, кстати, сам тоже якоря ищет. Вон, говорили, что недавно достал какой-то. Сто лет ему? Не, тысяча. Да неважно. Вроде с древней северной ладьи. Но, правда, как достали, этот якорек в труху развалился. И ладно. Все равно. Слава и почет. Музейные работники приезжали. Пыль ржавую сложили в мешочки со всем почтением. А дубину привлекли сотрудничеству. А он, полбес, только рад этому. Так что не помощник он, Генки. Не помощник. Так, Димон рассуждал почти вслух, удобно развалясь сразу на двух креслах Генкиного катера. И при этом жмурился на солнце, словно сытый домашний кот, навернувший уже немалую порцию колбаски, но тем не менее небезосновательно рассчитывающий получить еще. Неспешное течение Димоновых мыслей вдруг прервал нарастающий рог от какого-то мощного лодочного мотора. Мимо стоящего на якоре катера со скоростью НЛО неслось неопознанное плавсредство, которое, однако, управлялось не инопланетными пришельцами, а нецензурно орущим мужиком. Кроме того, мужик периодически отвлекался от управления и, оборачиваясь назад, демонстрировал кому-то то кукиш, то обособленно торчащий средний палец. Димон приподнялся и стал с интересом следить за развитием событий. Вслед за НЛО двигались, впрочем, не менее резво, благодаря висящим на корме японским мотором, два полицейских катера. На некотором отдалении, завершая кортеж, пыхтела видавшая виды лодка рыбной инспекции. В общем, зрелище было занимательное, даже отчасти поучительное. Преследуемый объект совершил неожиданный пьяный маневр, внезапно развернувшись, помчался в обратном направлении, сопровождаемый сочным матом защитников правопорядка. Даже Генкин катер заплясал на разволновавшейся воде. Но, не долетев даже до рыбнадзорного баркаса, вдруг громко взревел и, клюнув носом в воду, резко остановился. То ли намотал на винты какие-нибудь водоросли, то ли безнадзорные сети, густо расставленные в озеро, сыграли с ним злую шутку. Не ожидавшие такого поворота событий, полицейские катера пронеслись мимо, даже не пытаясь сбавить скорость. Складывалось ощущение, что азарт в погоне захватил их целиком, и они потеряли связь с реальностью. К правонарушителю причалило только разбитая посудина рыбнадзора. И, по некоторому удивлению Димона, инспектор арестовывает браконьера не спешил, то ли по душевной доброте, то ли ввиду их разных весовых категорий. Наоборот, сочувственно покачал головой и принялся помогать освобождать лопасти мотора от застрявших там рыбацких сетей. Даже протер своей тужуркой мокрую скамейку. Вскоре на место действия вернулась полиция. Стражи закона немедленно вступили в общение с подозреваемым посредством пару заботычин и богатой матерной тирады. Неудачливый беглец высокохудожественно оправдывался, что, мол, начальник в мыслях не было убегать от доблестной полиции или, боже упаси, высказывает неуважение словами и жестами. Да и не в жизнь. Просто жена курва с соседом закрутила. Это ей говорил и показывал. Пока полицейские разбирались с мужиком, заскучавший инспектор рыбнадзора, который успел уже перебраться на свое положилое плавсоредство, подгреб к Димону. Вид был недобрым, насупленные брови, злой взгляд. Здравствуйте, инспектор рыбхоза Штукин. Будьте добры, документы на ваш катер и приготовьтесь к осмотру и объясните цель вашего пребывания в этой части озера. И, не дослушав монолог представителя рыбного хозяйства, Димон вытянул вперед обе руки, продемонстрировал пустые ладони и покачал головой. Нету? Чего нету? Димон, инспектор, смотрел с крайней неприязнью. Наверное, ему не нравилось, что тот стал свидетелем его общения с браконьером. Ничего. Ни документов, ни сетей, даже удочек нету. Хе, где же интересно спросить ваши документы на катер? А про сети знаю я вас. Конечно, сетей нет. Вы ж все уже в озеро скинули. Как же меня ваше вранье достало. И сети ваши достали. Свободного метра на дне нет. Все перекрыли. Корюшка пропала. Да что там корюшка? Вообще рыбы никакой нет. Когда ж вы наедитесь-то ею? Где? Повторяю свой вопрос. Где документы на катер? У хозяина, у Генки. Где же этот Генка? Под лавкой прячется. Такая постановка вопроса привела Димона в тупик. И он указал пальцем на воды озера. Там? Что значит там? Утопил? Да? То есть нет. В смысле? Да. Он на дне. Но я его не топил. Он придет скоро. А шалевший Димон связанно излагать был абсолютно неспособен. Так, собирайтесь, гражданин. Короче, мотор заводи и за мной двигай, понял? На берегу будем разбираться, кто-то такой, куда Генку дел. Инспектор отчалил чуть в сторону, но внимательно следил за каждым Димоновым движением. Горе-кладоискатель перебрался на рулевое сидение, нажал кнопку стартера, подождал, пока мотор наберет обороты, и вдавил в пол педаль газа. Однако стремительного старта не случилось. Катер с трудом, словно опутанный сетями, двинулся вперед. Инспектор что-то заорал, но Димон не расслышал толком, что именно, и поэтому решил не обращать внимания, а еще прибавить газку. Судно поднапряглось и рвануло вперед под оглушительный хлопок лопнувшей веревки. Якоря больше нет, догадался Димон. Рядом с полицейскими, которые все еще разбирались с жертвой супружеской измены, велено было затормозить. Гад-инспектор, не дав бедному Димону и рта раскрыть, принялся гнуссавы рапортовать противным речитативом. «Разрешите доложить, мной инспектором Штукиным был задержан подозреваемый преступник и браконьер. Нарушитель предположительно избавился от своего подельника путем утопления оного. Кроме того, обнаружив мое приближение, уничтожил пять, нет, шесть сетей и сопутствующий инвентарь путем выбрасывания за борт. Поэтому считаю целесообразным транспортировать катер с находящимся на его гражданином борту под охраной на берег для выяснения обстоятельств». Один из офицеров, кажется сержант, смерил взглядом нарушителя, потом равнодушно посмотрел на безоблачное небо, на мужика, аккуратно пристегнутого наручником к поручню НЛО, и окликнул коллегу, нарочито игнорируя не в меру пылкого инспектора. «Лёнь, катер узнаёшь? Генкин? Опять по дну ползает. Грунт мутит. Слышь, Димон, этот опять в озере? Что, на сей раз-то ищете, эй? Якорь? Якорь? Скажи лучше, чего Генка документы на катер не установит? Штраф вплатить не надоело? Передай ему, пусть зайдёт, три квитанции для него к оплате. Ладно, плыви обратно, жди. От нас привет». Молчаливый Лёнька, подтверждающий, кивнул. Вернувшись на место, откуда сорвал его ретивый инспектор, Дмитрий выудил дрейфующий остаток верёвки, к которой раньше был привязан якорь, тяжело вздохнул. «Теперь придётся не зевать, глядеть в оба, а то катер снесёт куда-нибудь и вся недолга». Это было чревато праведным Генкиным гневом и прочими неприятными последствиями. Но на озере стоял полный штиль, значит, пока можно было и отдохнуть. С этими мыслями Димон опять вальяжно развалился на сиденьях катера и... заснул. Когда Генка вынырнул на поверхность, он, к немалому удивлению, никого там не обнаружил. Вольные просторы озера были девственно чисты, без намёка на присутствие Димона с катером. Сложившаяся ситуация вызывала по меньшей мере недоумение. Чтобы не сказать злость, куда подевался этот придурок, да ещё вместе с Генкиным имуществом. И без того не слишком радужную картину усугубляли нарастающие порывы ветра и здоровая чёрная туча, крадущаяся к озеру. По мере того, как ветер расходился, а туча приближалась, настроение у Геннадия становилось всё хуже. Особенно раздражали волны, которые явно мнили о себе что-то титаническое и норовили превратиться в океанический девятый вал. Генка в который раз огляделся по сторонам, насколько позволяло возмущённое озеро. Он очень надеялся обнаружить в подступающей темноте хоть какой-нибудь знак грядущего спасения. Или островок, или бакен, указывающий фарватер, или родной катер с бестолковым димоном за рулём. Но, как положено, ничего хорошего не наблюдалось и, судя по всему, уже никогда не предвиделось. Ветер, волны и темнота усиливались с каждой минутой. Сколько я смогу продержаться на воде? Где берег-то? Хоть понять бы, какую сторону плыть. Может, прямо попробовать? А если прямо, это к центру озера, тогда что? Костюм у ГК, конечно, неплох, но... Может, сундучок выбросить? Хм, ну уж нет. Но Димон, гад, ничего теперь не получит. Волна ещё поднимается. Не выкинула бы на фарватер. Какая-нибудь боржа пойдёт, на винты сходу намотает. Кто в такой темноте заметит? Да ещё чайки эти. И им-то что надо? Видимо, ждут, когда двигаться перестану. Не дождётесь! Генка сдвинул на лоб маску, выплюнул за рта опус и дико завопил, нараспугав стаю ненасытных чаек и плывущее рядом старое бревно. Подозрительно похожее на тюленя. Время шло. Незадачливому искателю чужих сокровищ и бесхозных якорей казалось, что он болтается в озере целую вечность. Он всё перепробовал. Плыл, орал, призывал небесные силы, вспоминал маму, бога, чёрта и даже бабулю, пока в конец не обессилел. Не помогло. Решив, что больше в этом мире ему ничего не светит, Генка прикинул всё, что он сделал, и главное, чего не успел сделать в жизни. Помянул добрым словом бабулю с её мухоморовой настойкой. Надвинул маску на глаза, чтобы безопасить от чаяк лицо белым пятном, выделявшееся на тёмной воде. Он прижал к груди сундучок, по ощущениям ставший пятитонным, перевернулся на спину и приготовился достойно встретить конец. Вдруг его слух уловил характерный шум мотора неизвестного катера. Шум быстро нарастал, очевидно, кто-то стремительно приближался к месту, где покачивался на волнах, попрощавшийся с жизнью Геннадий. Катер был чужой, это точно, свой он узнал бы из тысячи. Тембр Меркурия, лучшего лодочного мотора, купленного сто лет назад с рук, по случаю был как голос любимой бабули. Времени на размышления, кто и зачем в такую шальную погоду решил доверяться волнам, у Генки не было. Не до того было совсем. Катер нёсся прямо на него и мог через считанные секунды прокатиться водным катком по молодой жизни, обеспечив досрочный переход в лучший мир. Генка собрал последние силы и дико заорал, так громко, как никогда не орал, ни до, ни после. В общем, это был самый выдающийся крик-рекорд, и на его фоне все прочие выглядели не больше, чем шёпот. Его услышали. Метров за десять до встречи Генкиного тела с фюзеляжем, мотор пару раз чихнул и заглох. Однако катер по инерции проплыл ещё немного и аккуратно уперся непосредственно в голову спасаемому. На носу катера красовался знакомый номер, намалёванный белым нитролаком. Сразу понятно, кто владелец. «Всё-таки жизнь богаче вымысла», — улыбнулся про себя Генка и вяло стукнул кулаком в борт. Это вывело хозяина плавстредства из-за цепенения, в котором он пребывал, пытаясь разобраться, не померещилось ли ему усталое тело в гидрокостюме из-за штормовой темени. Впрочем, окончательные сомнения в трезвости рассудка не рассеялись, и он для верности почесал живот, щипнул себя за бок и только после этого, перегнувшись через борт, втащил в катер горе-пловца вместе с его сундучком. «Генка! Ничего себе! Привет! Ты чё здесь делаешь?» «И тебе привет, дубина!» Глава пятая Минуты горьких разочарований Разгоревшееся утреннее солнце, словно в насмешку над караваном угрюмых и молчаливых, идущих по пояс в сырой воде викингов, увеличило длину своих горячих, пылающих лучей, тем самым вызвав не только кипячение плоти под грозными железными доспехами, но и кипячение человеческой мысли и слов, вырывающихся наружу путём незамысловатой ругани и незатейливых движений рук и ног. Спасало лишь одно. Под полуметровой толщей воды был песок, и до острого конечного пункта их назначения было не больше мили. По всем приметам, которые небо раскидало на их нелёгком пути, переход должен был закончиться благополучно. Если боги не придумали у себя наверху никакого горького испытания, то потерпеть оставалось совсем немного. Оглянувшись назад и не разглядев пропавшего из видимости дырявого дракара, Арн подозвал к себе на рандеву неутомимого Вигги, бережный с достоинством несущего впереди себя заветный сундучок с какими-то драгоценными металлами. «Вигги!» «Подойди ко мне!» «Я буду тебя спрашивать, ты будешь мне отвечать!» «Иду!» Резко, насколько это могла позволить тёмная зёрная вода, Вигги развернулся на месте и, расталкивая встречных викингов, направился к Арну. «Слушаю тебя, Арн!» «Говори!» «Не знаю!» «Не знаю!» «Что нас ждёт впереди?» «Что нас ждёт на этом острове?» «И когда к нам придёт помощь?» «И придёт ли вообще?» «Не обманет ли нас Эдвин прекрасно волосый?» «Не захочет ли бросить нас здесь, вдали от Родины?» «Вдали от людей?» «Вдали от шумных весёлых битв?» «Что он нам дал?» «Чем захотел от нас откупиться?» «Ах, от верных своих воинов!» «Открой сундучок!» «Мы посмотрим, соизмерим ли его содержимое с нашей отвагой и нашей верностью!» Посмотрев в широкую спину неспешно отдалявшегося последнего из этого каравана викинга, Вигги протянул изрядно поднадоевший груз Арну. «Открывай сам!» «Всё-таки тебе распоряжаться нашим имуществом, а не мне!» Арн принял заветный сундучок и стал озираться по сторонам, Стараясь найти хоть какое-нибудь ровное место, Дабы поставить на него сундук для дальнейшего вскрытия, Но ничего не нашёл, кроме окружающей воды, Да не очень ровной головы своего собеседника, Что выбило его из хорошего расположения духа, Призвав тем самым, Усиленный тик на глазу и рвотные позывы, Сопровождающиеся громким стоном и криками. Закончилось всё тем, что Арн выкинул сундук в воду, Обругал Одина с его сотоварищей, И, развернувшись, пошёл к острову, Не забыв отдать наказ Вигги на поиск имущества. Спустя некоторое время солнышко вошло в свой природный раж, Караван северных воинов выпал с наконечной пункции его следования на остров. «Тори! Сиг! Обойдите остров! Посмотрите, где мы! Большой ли он? Одни ли мы? Потом приготовимся к охоте! Надо чем-то загнать в угол голод!» Гонцы вернулись очень быстро, даже вызвав некоторые подозрения у пославшего их в разведку Арна. «Чего явились так быстро? Забыли чего? Или мои приказы вздумали игнорировать?» «Да нет, всё обойдено, всё посмотрено, всё облазано». «Ну и?» Путём расспросов и некоторых выражений, никак не связанных с местонахождением, Было выяснено, что остров и не остров вообще, А какая-то куча земли, каким-то неведомым чудом возникшая из-под воды, Несущая на себе почти всё то, что в данный момент было не нужно приблудившемуся экипажу Дракара, А также чуть больше этого. Не было на ней не только пропитание воды и прочих вкусных и не очень зверушек и травок, Да и вообще ничего не было. Да ещё под самый конец этой не очень задушевной беседы Припёрся Вигги и со стоном уставшего бросил сундук на землю перед Арном. «Открывай! Руки все оттянул!» Подтянув сундучок к себе и оглядев стоящих перед ним своих северных братьев, Арн ловко открыл его и приподнял кованую крышку. Сундук был пуст. Ни слова не говоря, предводитель взял в руки подарок от Ярла И под молчаливые взгляды викингов, размахнувшись, силой выкинул его в набирающую силу воду. «Войны! Войны! Остров безжизненный! Ни животных для охоты, ни воды, ни людей! Сундук, который я только что выкинул, нам не нужен! Ни он, ни золото, которое он в себе хранил!» Говорить о том, что сундучок был пуст, Арн посчитал ненужным в эту минуту, так как его слова могли бы вызвать панику от сознания, что про них забыли целенаправленно и с умыслом. «Сейчас мы отдохнем, насколько нам позволят боги, а потом, наломав жердей и прочих палок, двинем к нашему дракару. Я думаю, что у нас хватит силы разума вытащить его на чистую воду, а там держитесь все! И ты!» Кто, кроме нас, всех еще должен был держаться, Арн не сказал. Но Виги его понял, так как успел засунуть свой нос в то время, когда приподнималась крышка пустого сундучка. Но и он предпочел сейчас промолчать, дабы не нагнетать и так нервозную обстановку. Наскоро нарубив топорами жердей и прочих длинных и толстых палок, викинги, выстроившись в цепочку, двинулись по косе в обратном направлении, к своему застрявшему на песчаной мели дырявому дракару и своей маленькой мечте поскорее убраться отсюда, из этих неприветливых мест домой или хоть куда, но отсюда. И чем дольше они шли, тем явственнее понимали, что не судьба. Не судьба пожрать, не судьба попить, не судьба поплыть. Повеселиться тоже не судьба, разве что утопиться. А что же еще делать? Дракар-то не было. Когда уходили, он был, а вот сейчас, когда пришли назад, его нет. Словно злые чайки вцепились в него своими острыми когтями, намеренно куда-то отвлокли его, несмотря на несогласие на это северного экипажа. Судно исчезло, словно его и не было никогда. В то же самое время, на другом конце этого чудного места происходили не менее занятные вещи и события. Разжав твердые пальцы, Эрик Рыжебородый выпустил на волю в бурлящую под дракарами воду пустой сундучок. И, посмотрев из-под лобья на вжавшего плечи Снорри, громко скомандовал поднявшим вверх весла викингам. Весла в воду! Разворачиваемся назад! Идем в бой! Один с богами за нас! Накажем обманщиков! Накажем! И вся дружина громко! В бой! В бой! Вперед! Один! Не понимаю, что же произошло на самом деле. Но сам призыв к битве застил все мысли и расчеты, как будто их никогда не было. Развернувшись на быстром течении, суда даннов опять выстроились в цепь и повлокли друг за другом обратно в ожидании своей встречи с братьями по морскому ремеслу. Снорри! Что ты за сундук приволок? Ты где его взял? Почему он пустой? Отвечай мне! Поняв, что сейчас можно за свою бестолковость получить по полной программе, Снорри стал искать виноватых, что у него прекрасно получалось. Это он, Ярл! Грек этот толстый, он мне всучил этот сундук, а тот с золотом под лавку брал. Я не проверил. Я убью его, Эрик! Я исправлю все! М-м-м-да, Грек, говоришь? Мне кажется, Грек от сундуков на два весла стоял. Или мне кажется? Ну да ладно. Эйдвин за обман должен ответить. Вперед, викинги! Вперед! Поворот! Драккары Данов быстро приближались к повороту, который закрывал от них видимость происходящего впереди. Но Эрик приблизительно знал действительность и поэтому скомандовал, когда по правую сторону их движения появилась река, раскинув свой вход в нее. За мной! Правый поворот! И сюда ловко, на полном ходу, вонзили свои туши в устье от реки. Пройдя некоторое количество расстояния, драккары развернулись и уперлись в зеленый спокойный берег. Эрик Рыжебородый оглядел местность, и, не найдя ничего опасного, проговорил, громко обращаясь ко всем сразу. Все на берег! Оставить на драккарах по одному человеку для охраны! Оружье к бою! Эрик Ярл! А почему мы не пошли дальше? Почему мы высадились здесь? Где бой? Где эти трусы? Вопросы посыпались, как из рога изобилия. На каждый надо было ответить. Слушайте меня, викинги! Когда мы уходили от наших северных братьев, вы все видели, как к ним подошел караван боевых судов русов. Нас мало, а их много, и они искусны в бою, нам не справиться. Поэтому мы пройдем берегом и дождемся, когда эти славные воины великодушно высадят на берег нашего брата и нашего должника Эйдвина, с его остатками воинов. Тут мы и примем жестокий бой с ними. Мы победим их. Все! Вперед, викинги! И, закончив речь, поднявший вверх грозный топор, Эрик Рожеволосый повел свой отряд по берегу реки, не забывая с зорким оком осматривать окрестности. Когда боевой отряд викингов скрылся в чаще деревьев, растущих на незнакомом берегу, на закрытом кустами диком пригорке зашевелилась куча опавшей листвы, и из нее появилась на свет обклеенная синей глиной хитрая одноглазая фигура. Помахав вслед ушедшим викингам рукой и поправив боевые доспехи, она неслышно, но с мечтательной улыбкой произнесла, «Идите! Идите! Аки вас здесь подождет!» И, посчитав дракары даннов, скрылся в чаще. Набиравший обороты, неутомимый рев перегревшегося лодочного мотора напрочь перебивал всю остальную звуковую какафонию, родившуюся под грозный грохот бешеных и сильных волн, задумчиво и лениво раскачивающих взбесившееся озеро. Лежавший на дне катера, еще толком даже не пришедший в себя от пережитых эмоций Генка, усиленно прижимал к своему измученному борьбой телу заветный маленький сундучок. Сашка, выжимая из катера все, что только можно, поглядывал на подобранное в озере тело. Пытался что-то спросить, но встречный ветер загонял в открытый рот все рождающиеся на этом этапе предложения. И невольный спасатель измученного авантюриста отложил этот процесс до прибытия к месту назначения. В ходе непрерывной борьбы с природным беспределом, получая со всех сторон в свой металлический корпус сильные нокаутирующие удары, катер наконец-то влетел в спокойные устья реки, задымился и заглох. Но наступившее спокойствие природы благостно повлияло на нервы измученных неравной борьбой пассажиров катера. Еще раз посмотрев на Генку, сундук, судорожно прижимаемый к груди непослушными руками, Сашка все-таки задал вопрос, неутомимо вертевшийся на языке. «Гендос, ты откуда? Где катер? Ладно, я понимаю, все клады ищешь, но вот так, бестолково, без катера, без помощника. В плавь, что ли, в озеро выходил? А если б я случайно не шел, а? И забыли бы о тебе люди? На самом деле, чего молчишь-то? Отпусти сундучок-то, никто его не уворует. Видно, сегодня тебе повезло, а не иначе. Счастливчик. Выслушав свалившиеся на него гроздья вопросов, Генка согнул в поясе свое тело, пощупал зачем-то уши и простонал пересохшим ртом в ответ сложившуюся ситуацию. «Димон! Гад! Я ему наказал на месте дожидаться. Он свалил куда-то. Якорь мы искали. Сундук случайно приплыл. Да я знаю, Гендос, все случайно. Сундук случайно. Димон случайно свалил. Я шел по озеру. Случайно. Наша жизнь вообще состоит из нелепых случайностей. Тем и жива, тем и интересна. Вспомни все случайности, пожалуйста. Ей-богу, послушаю твой живой бред. И нагнувшись к заглохшему, но уже остывшему мотору катера, Сашка стал колдовать над ним, стараясь запустить к жизни. Через пару минут мотор взревел и понес по спокойной речной воде к месту дислокации двух своих пассажиров. Одного торопливо говорившего, другого молчаливого и слушавшего. Генкино повествование закончилось ровно тогда, когда катер, резко повернувшись на речной воде, с размаху на всей скорости воткнулся на полкорпуса в песчаный берег. «Приехали, гендос!» «Вон твой катер стоит, мятый какой-то весь!» И дубина махнул рукой в сторону мерно покачивающегося на волнах Генкиного измученного транспорта. Рядом никого не было, но мотор заботливо чей-то рукой был задран вверх, над помятой, как бумага, кормой. «Нету, Димона!» «Свалил куда-то!» «От переживаний видно душевных!» «Ну да ладно!» «Так, говоришь, Генка, якоря там у вас у косы есть!» «Ну что ж, можно сгонять, посмотреть!» «Говоришь, искал меня?» «Ну а чё ж не нашёл?» «Ладно, молчи, согласен я!» «Поедем с тобой!» «Приготовиться надо только!» «Только обновиться надо!» «Вон ты и жилет спасательный об гвоздик разодрал!» «Гвоздик у меня там в настиле!» «На полу катера!» «Указал пальцем на сдувшийся спасательный жилет, расстроившемуся от такой потери Генки!» «Сундук-то открой!» «Интересно всё-таки!» «Да и не бойся!» «Не отыму!» «Насчёт отнять дубины, конечно, поторопился, сказав это не подумав, но Генка всё-таки пододвинул к себе поближе алюминиевое весло, мирно лежавшее сбоку!» Посмотрев на нависшее над ним голубое весёлое небо, чаек, голодные дико орущих у воды, разбитый боевой свой катер, Генка пододвинул к себе загадочный сундучок, недоверчиво посмотрел на дубину и, поколдовав над крышкой, приподнял её вверх! «Сундук был пустой!» «Опять не прёт я к рискателю!» «Да, опять пустой!» «Ладно, бабуле отнесу под нитки с катушками, она у меня хозяйственная!» «Ну что, Сашка, договорились? Поедешь со мной на косу завтра!» И, получив в ответ утвердительный молчаливый кивок, Генка со злостью пнул ногой раскрытый перед ним пустой сундук. «М-м-м! Нерзость! Пойду Димона найду? Нет! Посижу здесь маленько! Себя приду! Опять сопли до колена! Где капелюхи бабкины? Глотну чуть-чуть! Ось отпустит, а! Ты пошёл? Ну ладно, давай! До завтрева!» «Откуда только что прибыла к берегу лодка с пассажирами, Стояли красивые, неизвестные корабли!» «И на этих кораблях текла Своя неизвестная жизнь!» «Расписные и вышитые золотом паруса Яростно хлопали на ветру, Отгоняя прочь вездесущих чаек, Звучала гортанная непонятная речь, И весла, дружно поднятые вверх, Напоминали своим присутствием и живой жизни На этих загадочных красивых судах!» Открыв глаза на полную ширину, Генка жалобно проглатывал увиденные им, И, наверное, никакая бы в мире сила Не смогла бы его оторвать От этого фантастического спектакля! Весла судов, Дружно, по невиданной никому команде Опустились вниз на воду, И корабли, развернувшись против течения И выстравшись в походную цепочку, Медленно пошли по направлению к озеру Проводив их немного очумелым взглядом И увидев, как последняя карма неизвестного корабля Скрылась за поворотом реки, Генка закрыл глаза, Провалился в бессознательное состояние Сколь долго он лежал на дне Сашкиного катера, Никто сказать не брался Свидетелей сего происшествия не нашлось, Да и не было, наверное Придя в себя, Гендос автоматически на автопилоте Встал в полный рост И, зажав сундучок под мышкой, Все еще находясь под впечатлением от увиденного Побрел по берегу в сторону дома Ушах не звенело, Соплей тоже не было Были мрачные мысли, непреодолимые желания Найти ключ к этой неизвестной, но прекрасной загадке «Привет, Генка! Чего это ты в костюме водолазном по поселку шастаешь? Гражданку потерял! Веселый ты!» Гендос поднял от земли задумчивый взгляд И обнаружил перед собой задавших ему этот вопрос Двух веселых братьев Армена и Артура «Я...эээээ...ээээ...ээээээээ...Мммм...» «Понятно...» «Слушай, Генка! Мы слыхали, ты без работы! Иди вон на завод! Там новый директор! Говорят, сильно умный человек! Говорят, работы море будет!» «Мы вон с братом завтра пойдем! Устраиваться? На склад, наверное! Или куда возьмут, а?» «Ага, пойду, да, завтра». И оставив стоящих братьев в недоумении, прошаркал дальше к дому. Придя домой и обнаружив в кухне любимую бабулю, Генка чихнул и, бросив сундук на пол, громко проговорил, введя в ступор лежащего под столом кота. «А, на, бабуль, сундучок под нитки. На рынке по случаю прикупил. Кушать не буду, воды напился. Кстати...» Генка поелозил по карманам и вытащил на свет аптекарскую склянку. Задал вопрос. «Кстати, ты всю настойку мухоморвую уничтожила? Или есть еще?» «Да где ж ей быть, Геночка? Всю, что оставалось, приесть же и забрали. Для опытов каких-то. А тебе зачем?» «Кстати, о сундучках. Зачем ты мне их покупаешь, а? Второй уж. У меня и ниток-то столько нет. Ну да ладно, ладно. Под чего-нибудь приспособлю. Ложись спать». «Да костюм свой бесовский сними, а то еще в нем завалишься. С тебя станет». Ночь пролетела незаметно, без снов и остальных соплей. А утро уже готовил для всех присутствующих в этой жизни новые впечатления и новые встряски. Генка и Сашка встретились, как и договаривались, на берегу реки при полном обмундировании и полной хорошего настроения. Загрузив в катер все нужные в поиске новых, неизведанных якорей вещи и оглядев с ног до головы Генкину смятую посудину, новообразовавшийся тандем вышел на воду спокойной реки и двинулся в сторону своей цели. Пробег по реке и спокойному на удивление озеру прошел без приключений и загадок. «Все, приехали!» – проговорил дубина, направив свой катер вдоль косы к берегу острова. И уткнувшись носом катера в земляную насыпь, прорычал «Выгружаемся!» Вещи, собранные в дорогу для дальнейших поисков, были быстро и расторопно перенесены на бережок острова, где также быстро были разложены по степени их важности. Костюмы для пребывания под водой в одну сторону, компрессор для нагнетания воздуха в баллоны в другую, снять пищевая в третью, остальное в четвертую, пятую и последующие стороны. Когда все легло на свои места, Генка подошел к напарнику и высказал свое желание. «Сань, давай я одену УГК, испытаю тут у бережка, сегодня не поплыву, просто погружусь на минутку, а завтра уж к косе пойдем, хорошо?» «Хорошо, попробуй минуту, зайди в воду и стал педантично с усердием помогать Генке напяливать на себя новый гидрокостюм». «Так, здесь хорошо, здесь как? Аккуратно, нож где? Ага, здесь вижу, так, да, баллоны не расходуй все, и недолго, у берега, понял, ну давай, давай». «Иди!» – легонько подтолкнул Гендоса к воде. Опустившись на дно озера, дайвер огляделся и, поелозив около берега, решил на короткое время выйти на большую воду. Заработав руками и ногами в ластах, он вышел на оперативный простор, держа в голове задачу не удаляться на большое расстояние от берега. Вокруг была неземная, спокойная красота, песчаное красивое дно было усыпано мелкими камушками, где-то порастала донная травка, а непуганные рыбешки сновали вокруг бесшабашного опытного пловца. «Хм! А это чё за рыбина застыла? Как мертвая? Нет, живая. Вон глазами хлопает. О! А это чья сетка стоит? Вот заразы! Всю озеро сетями перегородили, всю рыбу выловили, ай! Подплыву, распутаю ее, пусть живет. Икру рожает». Генка подплыл к неизвестной сети и стал выпутывать из нее глазастую испуганную щуку. Рыбина, почувствовав внезапную волю, опрометю рванула прочь от сетки, а Генка, развернувшись на месте, нечаянно задел ячейку и, попробовав освободить руку, влез еще больше. Борьба с сетью была недолгой, но продуктивной. Через пять минут на дно озера опустился кокон, внутри которого находился незадачливый искатель водных приключений, который от свалившегося на него внезапного счастья только ошалело вращал глазами, скрытыми от воды маской. Ну вот и все. Приплыли. Сходил, как говорят, за грибами. Говорил же дубина, не ползи в озеро. Нет, не послушал. Сеть спеленала плотно, как рыбину. Нож не достать. Интересно, а воздуха в баллонах на сколько хватит? Надо через раз дышать. А впрочем, какая разница? Перед смертью, говорят, не надышишься. Генка расслабился и стал спокойно ждать, стал ждать, когда в баллонах закончится воздух. Глава шестая. Побег из истории. Разголдевшиеся вдруг чайки, летающие над рекой, над лесом, который тихо и спокойно принял свой богатый зеленый интерьер, группу тяжеловооруженных, бородатых, готовых к последней битве северных воинов, предательски и настойчиво сообщали их соперникам о грядущем предательском нападении. Эрик Рыжебородый, с ненавистью присущий прямому потомку воинственного конунга, кинул взгляд в синее безоблачное небо и тихо приказал воину, который замыкал цепочку викингов, входящих в заросли уже становившегося недружелюбным зеленого леса. — Орум, передай по цепи, на берег не выходить, от первого воина вытянуться полукругом, как на охоте, и ждать, когда русы выбросят на берег ярла Эйдвина с нашими братьями, то отмы их и встретим. — Орум, выслушав негромкое приказание своего ярла, беспрекословно и живо принялся исполнять поручение. Догнав последнего викинга, он положил ему на плечо ладонь и, подождав, когда тот прекратит шагать вперед, поднял голову, раскрыл рот и дико заорал, подражая крику голодного моржа, тем самым перепугав до нельзя истерично оравших чаек и старого седого медведя, решившего сегодня из берлоги не вылезать, а поужинать прямо у лежака, тем, что послал лесной царь. — Ох, так и я мог всех предупредить, Орум! Эрик невольно и недовольно напустил на лицо злую мину и поднял вверх кулак в стальной рукавице и помахал им в сторону голосистого сородича морского животного. — Орум, если я тебя... Что он сделает с крикуном, Герл не договорил, но тот и так все понял и стремительно скрылся с глаз долой, оставив после себя только полоску примятой зеленой травы. А на красивых судах, стоящих на спокойной речной воде, напротив таившего опасности засаду зеленого таинственного леса, протекала деловая коммерческая беседа. Эйдвин прекрасноволосый вместе со своим верным викингом Хьялти перешел по перекинутым деревянным сходням на крепкую, украшенную золотыми широкими парусами ладью. Видимо, хозяином ее был седобородый, с умным взглядом, молодой русич, исполняющий еще и в довесок ко всему и должность предводителя каравана этих боевых судов. Эйдвин присел на лавку, указанную рукой сопровождающего его в переходе молодого витязя, и стал ждать, когда молодой рус обратит на него свое внимание и приставит к нему ну хоть какого-нибудь толмача, так как в изучениях иноземных языков он был откровенно слаб и не учен, да и сопровождавший его Хьялти тоже не был замечен в любви к лингвистике. А толстого грека попросту выпустили из вида, как незначительный факт, но на удивление викингов, приготовившихся к ожиданию положенного им по статусу переводчика с иноземного, молодой витязь заговорил с ними на их родном северном языке. Приложив руку к сердцу, он мягко поприветствовал немевших на миг норманов. «Мир вашему дому, дорогие гости! Какими судьбами посетили наш благостный край? С какими мыслями посетили нас? С торговыми? Или с худыми? Рассказывайте, ничего не тая!» И присел напротив вседельцев на лавку гребца, не забыв при этом любяще поправить висящий по левую его руку громадный сверкающий меч-кладенец. Осмотрев меч собеседника и прикинув, с какого бы удара его тело развалилось бы надвое, Герл Эдвин, напуская на себя ненужную сейчас никому важность, прорычал, стараясь выглядеть вежливым. «Лучше б не посещали! Буря загнала нас сюда! Шли к ледяной земле на постоянное проживание, сбились в дороге за бури, да на хвост нам сели братья! Потеряли какую-то часть дракаров, воинов, пришли сюда осмотреться, решили, может, остаться, решили в озеро войти. Грек, а он там, с нами, сказал, земли русов, пошли! Уперлись в косу какую-то, там несколько наших осталось с развитым кораблем. И... Рассказ Эдвина продолжался долго, нудно, монотонно, и небесное светило уже по-вечернему стало подсвечивать беседы, собираясь и вовсе их покинуть. Но Русич терпеливо слушал, лишь только иногда перебивая его речь нужными вопросами, корректирующими смысл их непринужденной беседой. Но вот разговор, как и все хорошее в жизни, подошел к своей завершающей стадии. Эдвин расправил свои могучие плечи, с облегчением выдохнул воздух. Русич улыбнулся, оглядел сидящих перед ним северных гостей и, подняв руку в железной кованой перчатке, мягко проговорил, не обращаясь ни к кому, и в то же время ко всем сразу. — Я вас понял. Вы изъявили желание уйти туда, откуда пришли, и даже не хотите посетить наш прекрасный город? А как же ваши воины на острове? А вдруг вам понадобится наш быт? И вы останетесь с нами, вы искусные воины. В нашей дружине для вас всегда будет достойное место. Ну, решайте. — Нет. Домой. Хватит приключений. А моих друзей с острова вы заберите с собой. Прекрасные бойцы. Всегда будет вам подмога. И, поднявшись со скамейки грибца, Эдвин прекрасноволосый в знак прощания с Русичами поднял руку вверх и махнул головой к Ялте и развернулся к переходу на свой дракар. Русич смотрел на удалявшихся с корабля северных гостей и думал какую-то ему одну известную думу, как со стороны берега громко, словно прощальная торжественная сирена, раздался крик раненого насмерть моржа. — Вот вам и музыка прощальная, гости дорогие! — раздалось вслед внезапно становившимся викингом. — Ладно. Мы передумали, плывем к вам, в гости. Плохая примета, когда морж убитый орет. Дороги не будет точно! — Удивив переменчивостью поступков молодого Витязя, проговорил внезапно поменявший свои желания Эдвин, посмотрев на поменявшего цвет лицах Ялти. Пробив своим пронзительным взглядом окружавшую его висящую на сучках кустов зеленую листву и определив, что на дракарах и ладьях, стоящих в спокойной речной воде, начались движения к сбору в дорогу, Эрик Рыжебородый неслышно поднял вверх руку, сигнализируя своим викингам готовность к предстоящей битве. Как по команде, вся когорта вытянувшихся в цепь грозных воинов подняла мечи и замерла в ожидании команды своего Рыжебородого ярла. И только пенье птиц нарушало это искусственную, созданную северными воинами тишину, при которой даже увидавших грозные битвы викингов перестало колотиться сердце. Дракар его северного брата, обманщика, опустил весла в воду и, резко развернувшись на речной воде, встал в хвост каравана боевых грозных судов русичей. И, словно в насмешку, надожидающей свою добычу, стоявшей в напряжении в прибрежном лесу Ратиданов, Эйдвин прекрасно волосый махнул им ждущим его рукой и громко и издевательски захохотал, ха-ха-ха-ха-ха-ха, прокричав команду экипажу «Вперёд!» Такого поражения Эрик Рожебородый не испытывал никогда. И даже когда в Британии их рать потерпела фиаско, такого чувства унижения, как сейчас, он не ощущал. Но дракары уходили, и он чувствовал глубокое бессилье что-то изменить. Простояв в оцепенении некоторое время, собирая в одну кучу разбежавшиеся по уголкам головы мысли и поймав важную на данный момент, резко прокричал «Воины, назад к дракарам! Догоним нашего друга! Их много! Они смелые воины! Но с нами наш Один! Вперёд!» И вся дикая когорта, уже не боясь нарушить никому ненужную тишину, заревела, дико и необузданно, сгоняя с насиженных мест всё живое и маленько соображающее, убивая своим рёвом всё, что могло им помешать и всё, что могло встать на их боевом пути. «Вперёд!» «Один!» «Вперёд!» «И сорвавшись с тайных мест, засады ринулись к берегу реки, где стояли поджидающие их боевые корабли». Путь в обратном направлении, учитывая, что тишину можно было и не соблюдать, занял гораздо меньше времени. То ли путь сократили ненамеренно, то ли боевая злость остановила движение небесного светила. Выскочив на берег неизвестной до ныне реки, вся дикая армия резко остановилась и мгновенно, как по чьей-то команде, замолчала. Кричать уже никто не кричал, все шептались, при этом с удивлением и вопросом поглядывая на воду реки и на рожебородого ярла, который замер в позиции соляного столба. Дракаров там, где их оставили при отбытии на войну, не было. Охранники, все шесть, были, а кораблей не было. Ну хоть убей, не было и все. При ближайшем рассмотрении, лежащих друг на друге, кучкой, как поленье, сторожей боевых кораблей, выяснилось, что они крепко связаны, да еще и маленько побиты, но живые, судя по злым выражениям, лившихся из их окровавленных ртов. «Развяжите их!» — скомандовал ярл, и, когда предательские путы были сняты с последнего стражника, задал всем сразу каверзный вопрос. «Жить хотите?» «Где?» «Кто?» «И зачем?» Вперед из группы освобожденных от злых веревок викингов вышел огромный валь бесстрашный и, закатывая злые глаза, бесстрашно заговорил. «Как только вы ушли, ярл, из лесу вышел наш северный брат, одноглазый. Мы подумали, что это ваш гонец. Он нам здесь сказки стал рассказывать про местных жителей, склонял нас к неправедным делам. Но мы стойкие. Все!» «Нет, Эрик, нет. Вон Скулли стоит. Это он. Он повелся на разговоры и ушел. Ну, что молчишь, Скулли? Это ты же принес с этим одноглазым вино? Ну, мы попробовали. Пить хотелось очень. Дальше не помним ничего. Орывками. Помню, били. Ногами. По голове. Помню, связали. А дальше все, провал. О, гад! И, закончив душеспасительную речь, махнул кулаком в сторону стоящего с виноватым лицом коллеги. По несчастью. А где дракары? Так вон же они. Все целые, но уже не наши. Ихние! С поспешностью проговорил Валь Бесстрашный. И с готовностью провинившегося лакея указал рукой на противоположный берег. Прислонившись к высокому неизвестному берегу и прижавшись друг к другу словно родные братья, стояли и тосковали по своей боевой команде их шесть верных крепких дракаров, окруженные толпой неизвестных, но хорошо вооруженных людей. Вот, посмотри, Мишка, сели мы с тобой в лодку, да? Да. Приплыли вот сюда, на просторы нашего, так сказать, необъятного озера, да? Да. Забросили в ней вот. И чё? Да ничё, ничёшеньки. Рыбы нет, озеро пустое. Всё выловили к чертям собачьим. Всё озеро вдоль и поперёк с сетками перегородили. А помнишь? Нет, ты помнишь? Вижу, помнишь. Курюшка по весне такими стадами пёрла, штанами, еб, руками ловили. А щас килограмм этой рыбы стоит, да еб, как икра чёрная. И мы с тобой тоже эту катавасию внесли в свой неблаговидный кусок. И мы с тоской проговорил небритый здоровый мужик, протягивая наполненный стакан какой-то оранжевой бормотухи своему молчаливому собеседнику, стоящему у края рыбацкой латчонки, держащего в руке конец браконьерской недорогой сети. Да отпусти ты её, не уплывёт она никуда. Держи стакан. Да подожди, подожди. Что-то я поплавков не вижу. На дне сетка-то. Озёрный хозяин её, что ли, утянул? Сядь-ка на весла, проверить надо. И второй браконьер стал руками подтягивать сеть, двигая лодку по воде. Работа давалась большим трудом, что вызывало поток брани и непомерное количество смачных плевков в адрес изобретателей рыболовного инвентаря и прочей рыбы. Наконец мужик понял, что сеть ему уже не поднять. Поглядев ошалелым взглядом в сторону своего напарника, всё ещё державшего оранжевый стакан в чёрной трудовой руке, он тихо произнёс, сплёнув сквозь зубы. Ложи стакан. Нет, дай сюда. И, выпив залпом, продолжил. Какая-то громадина там в сети. Нерпу, наверное. Или лосось. Давай вдвоём тянуть. Если лососины, игры будет ведра два. Если нерпа, да выкинем, дед. Давай ты, заморышь, ем, тяни. И посильнее напрягшись, два стойких рыбака потащили в лодку сеть, подсчитывая в своих рыбацких умах дивиденды от неожиданного большого улова. Наконец, общими неимоверными стараниями нежданная удача была поднята со дна и подтащена к лодке, где и вызвала истерический вопрос одного из страдальцев. Если это лосось, Миша, то почему она в ластах? Если это нерпа, то почему у неё воздушные баллоны? А если это водолаз, то какого ляда он здесь, в нашей сетке еб делает? И если это Ванька, который зимой в прорубь нырнул, то почему он без лыж? В общем, кроссворд какуется. Давай его обратно спустим, пусть до весны лежит. Место запомним. Весной здесь корюшки много будет. Знаешь, как она этих любит. Санитар ест, водных просторов ест. Ну? Выслушав от кореша его массу глупых вопросов, Мишка высморкался и наклонился к туловищу запутанного в их сетку новоявленного ихтиандра. Протерев просунутым сквозь ячейки сети пальцем маску, натянутую на лицо вновь прибывшего неизвестного улова, рыбак икнул и свалился рядом с ним. «Мишка, что?» Задал вопрос напарник и стал медленно и верно отодвигаться к корме, нащупывая алюминиевое весло. «О, живой!» проговорил беззвучный Михаил и истерически засмеялся. «У него глаза моргают!» «Мама!» Прошло не менее получаса потраченных на привидение напарника в трезвое состояние путем обливания, постукивания и покрикивания в область лица методом слушателей курсов спасания на воде и на пожаре. Метод сработал, и дольщик открыл безумные глаза, приняв участие в разговоре и в решении дальнейших действий по сокрытию данного улова. «Ну что, Мишка, делать будем с этим чудовищем?» «Я предлагаю к острову двинуть!» «Там на суше разберемся, да?» «Да, поплыли!» «Вон там дым какой-то!» «Там распутаем его!» «Посмотрим, кто это!» И под конец монологом, отрезая сеть с зажатым в руке блестящим тяжелым мачете, проговорил предложением победившего в нем коммерсанта. «За все нам заплатят!» «За все сетки!» «Километр!» «Не меньше!» «Не меньше!» «Он загубил!» Вперед, сев на скамейку, запустил мотор и, быстро двинув по направлению к острову, где дубина в ожидании генки распалил добрый костер и сжарил обнаглевших комаров. Прибыв на пункт запланированной стоянки, катер с размаху воткнулся в камыш, окомлявший берег, и сразу же заглох. Рыбаки, осмотрев окрестности, обнаружив на них хозяина нещадно дымящего костра, радостно и удивленно заголосили, привлекая к себе внимание чаек, муравьев, прочих обитателей островной жизни. «Сашка, дубина, иди скорее сюда, чё покажем? Яхтиандра поймали, ёп, а ты чё здесь? Мясо жаришь, сети ставишь, ильяк ищешь. В общем, плевать на всё, иди посмотри, чего мы выловили!» И, дождавшись, когда узнанный ими хозяин костра, бросив последнее полено в бешено дымящийся костер, подошёл к ним, вынули на берег спутанное сеткой туловище. Оглядев, валявшийся на берегу кокон, Сашка нагнулся к нему и, покачивая головой, с улыбкой произнёс, распутывая сеть. «Генка, везёт тебе, однако, если б не эти два чудо пьяных, лежал бы на дне, рыб кормил. Ладно, везенье потом». И, вытащив из сапога острый охотничий нож, распорол западню вдоль начинавшего двигаться тела. На освобождении нравоучения, сопровождавшиеся размахиваниями руками и обещаниями всевозможных земляных кар, включающими в себя ручное наказание, лишение гражданских прав и прочих сладостей жизни, ушло минут 10. Ещё 10 минут ушло на то, чтобы отправить в освоясии несчастных спасателей невольного пленника браконьерской сети, которые, почуяв внезапное присутствие награды, никак не хотели отплывать обратно в озеро. Но ласковое Сашкино слово и тугой, здоровый, как пивная кружка, кулак, сделали своё волшебное дело, и два огорошенных спасателя на водах, получив пузырь водки и прилагавшиеся к нему, к этому пузырю обещания, торжественно отплыли в озеро, не забыв покрыть матом глупо улыбающегося Генку. Ну, рассказывай, как там в царстве теней? Кроме сетки было ещё что интересное? Или не до этого было, а? А нож-то где? Чего, как не валяшка-то лежал? Сетку эту руками порвать можно было, китайская, из лески сделанная. Хмыляясь про себя, забыл вопрос с Сашкой. Не было ничего, ни якорей, ни кораблей, рыба была, немного, правда, мелкая вся. Чего ж ты мне про рыбу впариваешь? Какой чёрт тебя в озеро понёс? Ну, говорили же, проверишь костюмы баллоны здесь у берега, постоянно какой-то самодеятельностью занимаешься. Сейчас отогреешься и вперёд, но только не в озеро, здесь, вдоль косы, понял, лишенец, недовольный и нравоучительный изрёк дубина, отпивавшемуся горячим чаем товарищу. Понял, махнул головой Генка и с любовью погладил лежащий рядом с ним кислородный баллон. Вдоль косы, так вдоль косы. Всё, помогай облачаться, время идёт. И, поднявшись на ноги, поднял с земли своё боевое снаряжение. Упаковка в гидрокостюм заняла немного времени, больше ушло на то, чтобы опять донести до собиравшегося в озёрное путешествие Генки правила техники безопасности. Получив в ответ на свою речь утвердительный, согласный, на всё кивок и проверив все скрепки, шланги и зажатый в правой руке острый нож, Сашка легонько толкнул напарника в воду. Озеро ласково и с некоторым шумом приняло туловище искателя якорей в свою пучину и, сомкнувшись над ним, показало ему свои подводные, скрытые от потусторонних глаз прелести. Опустившись быстро на дно, благо у берега глубина озера исчислялась всего-то двумя какими-то метрами, Гендос принял позу боевого пловца и, оттолкнувшись, поплыл вперёд вдоль косы. Вода по своему цвету очень напоминала забродивший газированный напиток тархун, но была прозрачна и спокойна, разрешавшая быстрым и наглым своим обитателям шнырять друг за другом где попало, включая зону видимости Генкиной маски. Пловец неспеша двигался в зелёной воде, оглядываясь по сторонам в поисках сокровищ и отгоняет себя надоевшую рыбёшку. Как вдруг его взгляд уперся в нечто железное, колом торчащее из нанесённого на дне песка. Подплыв к нему, Генка обнаружил что-то загнутое кругом и сплющенное на конце. Подёргав этот железный кол руками, стараясь освободив его от песка вытащить на свет, Гендос понял тщету своих усилий. Кол плотно сидел в песке. Развернувшись на 180 градусов, боевой пловец ринулся назад к месту своей стоянки, оглядываясь назад и стараясь не потерять находку из поля зрения. Вылезши на берег и дождавшись, пока Сашка снимет с его лица аксессуары, мешающие глаголить, дайвер стал держать речь, запутанный, захлёбываясь словами, стараясь донести причину своего возврата до слушателя. Есть кол, тьфу, якорь, на дне, в песке, готовь монитор, надо песок размывать, глубоко сидит. Монитор готов к работе, отрапортовался улыбкой дубина и указал пальцем в сторону лежавшего на земле громоздкого прибора, предназначенного для подводного размывания песка в условиях, приближенных к боевым. Место запомнил, не потеряешься. Да чё его запоминать-то? Рядом она, вон там, метров пятьдесят. Хорошо, только давай проверим здесь, чтоб не тащить его зря, ладно? Ладно, я в воду, а ты давай включай его и мне подай, я тут у берега песок помою. Упаковавшись в свой костюм, Генка опять вошел в воду и, приняв из рук Сашки гидроствол, опустился на дно. Мощная струя воды, подаваемая насосом, резко стараясь перевернуть донные пласты, ударила в песок. Все работало прекрасно. И эта работа так заворожила искателя, что он, не отрывая ствол от дна озера, стал углублять образовавшуюся под ним яму. И вдруг дно озера, словно в награду за причиненные с собой внезапные страдания, открыло перед взором Генки, спрятанную в себе одну из сокровенных тайн. В яме блеснула кованая и, наверное, очень старая крышка сундука. Отбросив в сторону от себя гидроствол монитора, искатель утопленных якорей протер рукой крышку объявившегося факта, выдернул его из размытого песка и, вытянув руки вперед, поднялся на волю из воды. Сашка, стоявший на берегу рядом с работающим насосом, с некоторым удивлением посмотрел на вынырнувшего из воды друга, недолго соображая, что к чему, вступил в воду и принял в свои руки внезапную находку. Разоблачение от гидрокостюма заняло очень мало времени, и два друга склонили головы над нежданным сокровищем. Что это? Сундук. Откуда? Оттуда! Открывай его! Игенка пнул по сундучку ногой, предлагая другану приступить к делу безотлагательно. Сашка нагнулся к найденному сокровищу, поколдовал минуту и с легким вздохом приподнял его обитую красивыми железными рисунками крышку. на друзей смотрела издевательски торжественно и беззвучно хохоча старая, чуть тронутая современным бытием пустота. третий задумчиво проговорил Генка и, оглянувшись назад на озеро, погрозил кому-то кулаком. Глава седьмая. Погуляли мы знатно, пора бы вам и к дому, гости дорогие. Пристроившись в хвост последнего корабля Русичей, команда Дракара под управлением своего ярла Эдвина Прекрасноволосова, раздвигая на раз, два, три огромными веслами черную речную воду, задумчиво и нетерпеливо ожидала встречи с городом и бытом своих новых знакомых, так миролюбиво и вежливо пригласивших их погостить и осмотреться. Караван судов шел быстро и споро, что позволило ему в кратчайшие сроки пересечь озеро и выйти к той злополучной косе, где был утоплен дырявый Дракар и отправлена на ближайший остров в Освояси команда этого Дракара. Перед косой, словно по невидимой и неслышимой команде откуда тызванье, караван разделился на две части и они обе также синхронно пошли вправо и влево вдоль нерукотворной подводной песчаной насыпи. Эйдвин, викинги! прокричал прямо в незащищённое ухо стоящему на носу корабля ярлу бешеный от навалившихся на него новых эмоций берсерк Ялти, указывая железным пальцем в сторону вытянувшейся в струну подводной косы. Викинги наши! А чё они в воде стоят? Там же мокро! Арн! Виги! Это мы! Разворачивай, дракар! Экипаж северных воинов синхронно развернул своё судно носом к косе, где в воде по пояс стояли отправленные на остров их боевые братья. Судов русичей давно уже заметили и бойцов дико и обречённо стоящих по пояс в озёрной воде резкий разворот варяжского дракара в их сторону. Но решили соблюдать норму этикета и поэтому все следующие решения отдали на откуп их Ярлу Эдвину Прекрасноволосому. А сами отойдя на незначительное расстояние и бросив якоря в озёрную пучину стали ожидать концовки этой встречи. Раз Два Три Двенадцать А где тринадцатый? Где тринадцатый Арн? Задал вопрос предводитель северных воинов дождавшись когда последнего викинга общими усилиями извлекли из озёрной воды на палубу командирского дракара. Там проговорил Арн указывая перстом на зеленеющий в тумане остров. Там сундучок охраняет и сорвавшись на крик резко вскочил со скамейки грибца перед Ярлом Эдвином. Сундучок охраняет пустой пустой сундучок и сел обратно бестолково обхватив руками лохматую дикую голову и извлекая из себя звуки уж очень похожие на безнадёжные стоны. Выслушав реплики промокшего Арна Ярл Эдвин на всякий случай потрогал рукоятку тяжёлого меча придвинув его поближе к лохматой голове оппонента и подняв вверх правую руку громко проревел затихшему экипажу весло на воду вперёд и наклонивший свою голову к застывшему начинающему уже замерзать товарищу по оружию и набегом в полголоса проговорил как ты мог подумать что ваш Ярл вас бросит как да сундук пустой но он пустой как и все сундуки что лежат на моём дракаре я сказал что я приду за вами сказал я пришёл я не бросил вас своих боевых товарищей а золото оно здесь со мной оно неприкасаемо до тех пор пока мы не уйдём отсюда к себе домой туда где летом солнце не прячется за сопки туда где снег старается не таять до первых листьев на деревьях туда где нас ждёт наше северное родное море ты понял меня арн это говорю тебе я твой Ярл Эйдвин прекрасно волосый а сейчас мы двинемся к русам в гости но скоро скоро мы поплывём обратно и отвернувшись в сторону от своего товарища зорко поглядел на сударусичей которые огибали зелёный остров выходили на большую воду переход занявший некоторое время прошёл благополучно и корабли вошедшие в устье какой-то большой и неизвестной реки стали держать свой курс на показавшееся вдали красивое поселение с великолепной грозной крепостью на крутом берегу да тихо промолвил Хьялти с тоской и завистью осмотрев открывшуюся перед ними их взорами панораму да богатый город ужасная крепость не взять её нам не взять какую крепость ты брать штурмом собрался Хьялти ты забыл наверное что мы здесь на правах гостей ну мне кажется даже если мы сюда прибыли не по приглашению а по другой воле то вряд ли прошли бы по этой реке дальше этого города мы бы все до единого нашли бы здесь своё успокоение интересно а что ж там дальше по реке Хьялти тебе интересно смотри Хьялти смотри это 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 Гордорика это страна городов крикнул Ярл и обвёл руками невидимое пространство где находилась неведомая доселе страна русских селений Пойдём Ярл ко мне в шатёр пригласил своего гостя молодой русич когда боевые корабли пришвартовались к высокому зелёному берегу прямо напротив грозной каменной крепости Пойдём расскажешь всё летописца пригласим историю напишем а потом уж решишь сам останешься у нас или обратно к себе на север домой и указав рукой Эдвину направление к шатру пропустил его вперёд последовав за ним следом расположившись за богато уставленным всяческими явствами и напитками столом Эдвин прекрасноволосый грозный ярл грозного северного народа подружески рассказал своему новому знакомому все те приключения и истории случившиеся с ним и с его верными викингами в последнее прошедшее время рассказал всё без малейшей утайки так как сама обстановка и её хозяин располагали только к правдивому и верному рассказу начал своё повествование с того как они ушли с родных насиженных мест как удирали от данных как попали на незнакомую доселе реку как бил их дракар и возили злой беспощадный шторм и как выжили они там только благодаря своему мужеству и крепкой защите своих верховных богов про сундучки про сундучки он говорить не хотел сначала но строгий взгляд принимающей стороны заставило здесь приоткрыть завесу тайны в общем рассказал всё и даже чуточку больше чем следовало оседобородый летописец приглашённый за стол хозяином шатра не спеша перенёс все его излияния на бумагу упирая на то что все исторические факты должны непременно фиксироваться для восприятия подрастающей молодёжи и остальных будущих потомков ну и хозяин шатра молодой доброгор тоже рассказал много чего полезного и интересного о населяющем здешние места народе о городах и весях о традициях и вере но правда без фиксирования своего рассказа местным летописцам тот уже ушёл за пределы видимости из шатра по своим летописным делам так и протекала их беседа плавно и понятно как вдруг в шатёр влетел растрёпанной вигги и задыхаясь то ли от быстрых движений то ли от свалившейся на него какой-то непонятной напасти прокричал на всю округу бешено вращая голубыми своими глазами ярл 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 ну что ярл ярл ленивый отрешенно задал свой вопрос довольный хорошим общением и угощением полусонный ярл эдвин там бой там ярл и местный бой выслушав сбившуюся речь внезапно ворвавшегося в шатёр запахавшегося возбужденного викинга доброгор и эдвин прекрасно волосый выскочили мигом из шатра и их взору предстала далеко немирная и неблагожелательно сложившаяся обстановка на широкой зелёной поляне друг против друга боевым строгим порядком стояли готовые к смертному сражению молчаливые угрюмы готовые ровным счётом на всё две силы оставалось только кому-то отдать неразумную команду и поднявшие вверх свои боевые топоры приглашённые погостить викинги сомкнулись бы в бою со своими новыми друзьями эдвин и доброгор вышли на середину поляны и обернувшись к своим воинам подняли вверх руки и подозвали старших дружинников стоявших впереди своих боевых отрядов рассказывай к Ялте что произошло говори Гудислав к чему сечи первым стал держать речь Русич говоря о проблеме громко и внятно поглядывая стоящего неподалёку берсерка он стал задирать вон того толстого грека со своего дракара ну я сказал ему что у нас это не принято да и вообще он в гостях у нас он распалился теперь ты хьялти да всё так но грек моя добыча я делаю с ним то что хочу но Русич задел меня я хочу боя прямо здесь прямо сейчас хочешь боя Эдвин оглянулся в сторону стоящих рядом Доброгора и Гудеслава и заметив спустя мгновение едва видимый кивок произнёс будет бой будет но сначала ты пройдёшься со мной куда я тебе укажу а вы обратился к своим воинам уберите топоры и ждите нас пойдём извилистая тропинка по которой шёл ярл и вёл своего бесстрашного берсерка привела их на лесную поляну спрятанную от глаз людских высокими стройными как русские воины деревьями выйдя на середину поляны Эдвин остановился и повернувшись к Ялте сказал негромко пришли видишь берсерк богов русичей и указал рукой на края поляны где стояли громадные деревянные языческие боги Вон Перун а дальше Семаргл Мокош Стребок Дашбок и все все их боги и они у себя дома и они под защитой этих богов но это не всё видишь медведь спит в кустах и указал на спящего на краю поляны огромного медведя ни к чему не прикованного и не обращавшего никакого внимания на пришедших викингов видишь какой он громадный но он не злой мы не мешаем ему русы кормят его с руки иди к нему сунь ему палкой разозли его иди я сказал чего стоишь чего онемел молчишь вот так и русичи как этот добрый медведь они добрый с тобой пока ты не замахнулся на них своей дубиной а потом пощады не жди и произнес молчавшему хьялти напоследок боя не будет ты проиграешь ты уже проиграл как только вступил на эту землю мы уплываем домой на север вернувшись обратно Эдвин подошел к Доброгору отвел его в сторону и о чем-то поговоривший обернулся к северным своим воинам викинги поблагодарим хозяев этой земли за гостеприимство мы плывем обратно у нас впереди трудный тяжелый путь но мы преодолеем его мир вашему дому и обернувшись в сторону принявших их русичей приложил свою руку к сердцу дойдут ли спросил сам себя молодой доброгор глядя в сторону исчезающего с глаз одинокого дракара нежданных гостей и улыбнувшись ответил так же сам себе дойдут что родимый еще мне на рынке сундучок прикупил ласково и нежно проговорила любимая генкина бабуля поглядывая на вошедшего вместе с генкой в дом сашку дубину и покручивая согнутым от старости пальцем у своего виска а дубина ты чего с тобой помогал подарок выбирать не катушек то я же тебе говорила столь нету сколь ты хранилищ под них припер а ты все тащишь и тащишь горе ты луковая возьми бабуля и убери подальше проговорил тайный адепт старых пустых сундучков категорически отказываясь понимать бабушкину иронию подальше положишь поближе возьмешь то есть возьмем пойдем сашка в комнату ко мне обсудим кое-чего и пропустив вперед себя в комнату другана генка прикрыл дверь ну рассказывай что у тебя за дело неотложное вопросил сашок удобно расположившись на мягком диване и закинув ноги на обеденный стол ээээ ты ноги то поставь на место шериф недоделанный то домой уйдешь сейчас моментом сиди ровно и слушай гендос аж икнул от увиденного местного хамства но увидев восстановленную справедливость в виде поставленных на пол дружеских ног продолжил далее димона найти срочно куда он затаился лошадь бельгийская пара вопросов к нему имеется слышь димона а сейчас я тебе кое-что расскажу и покажу генка сходив к бабуле в комнату выставил перед взором дружка три ну очень одинаковых сундучка саня пододвинул их к себе поближе разглядел и не найдя видимых различий произнес поглаживая крышку одного из них я два всего видел а где третий ты на дыбу здесь слушай сейчас расскажу и остановив другана от расспросов наладил свой рассказ и о последних перипетиях и приключениях с ним произошедших начал как и было положено с бабкиной любви грибным мухоморовым лекарством и далее по всем пунктам часто и обильно перемежая свое повествование непечатными выражениями что только добавляло красного цвета в его речь и когда повесть подошла к третьему сундучку генка вдруг затормозил речь и задумался скорой нервно ковыряя свой нос ну чего успокоился ты язычину сожрал продолжай сказал нетерпеливый сашок и метнул в гендоса вопросительный взгляд видишь саня произнес генка уставившись в кореша и поймав его взгляд повторил видишь саня мне иногда кажется что я прохожу чей-то неизвестный мне путь я иду по следам того кто раскрывал эти сундуки я не знаю кто и зачем проделывал эту работу я не представляю зачем я обратно их собираю да и сколько их накидано но все это должно иметь свое окончание хорошее или плохое но окончание и вот этот финал я хочу увидеть мне нужен димон у него есть некоторая разгадка на мои вопросы ты понял надо его отыскать надо то нам беспрекословного приказа закончил свою речь гендос надо ну надо найдем ты иди на речку к катерам я по злачным местам побегаю побегу и приведу его к твоим очам все пошли и дубина оставив другана в комнате вышел на волю исполнять его просьбу придя на берег Генка первым делом осмотрел свой побитый катер и прикинув затраты ждущие его при ремонте крепко выругался в адрес неразумного димона помахав мысли на этому чуду еще и кулаком ну а потом присев на мягкую корму своего водного транспорта ударился в ожидании товарищей так как был уверен на все сто что Сашка из-под земли вытащит этого пропавшего субъекта так и произошло не прошло и часа как на берегу показался дубина гонящий перед собой маленькой палкой исчезнувшего Димку Димон Генка подошел к друзьям и глянув в красное лицо доставленного на берег незадачливого товарища рассмеялся Димон че у тебя с рожей то че она у тебя слева и вся синяя а не как Сашка приложился Сань ты че а гулял его не не я я тоже выпрошал говорит когда катер в берег вогнал на лицо приземлился бедолага ну спрашиваю чего я зря бегал и Сашка подтолкнул Димона поближе к Генке Дим ты мне рукопись из архива помнишь показывал которые ты навилячил старинные помнишь где они здесь вот в кармане и успокаивавшись верно предполагая что за разбитый катер разборки не будет Димон достал из рваного кармана куртки свалявшиеся листочки ну читай срабрятцы поганые присестите начал товарищ но тут же был поставлен на место нетерпеливым гендосом да по-русски читай да я по-русски читаю да не по-этому русский а по-нашему ты же говорил перевод где-то с тобой ааа перевод Димон порылся в кармане и вытащил на свет еще пару листов перевод ааа вот он читай задрыга по мере прочтения перевода писанины какого-то старого непонятного летописца было выяснено что в местные воды попали какие-то сыроядцы тьфу ты иноземцы на судах и с золотом иноземцев звали викинги и преследовали их тоже какие-то братья с севера были на дракаре пять сундуков четыре пустых один с каменями и золотом вот чтобы избавиться от преследования их ярл то бишь старший и избавлялся от сундуков от пустых следы заметая а целый оставил у себя похоже потому что на этом рукопись и закончила свое повествование древнее ушли сыроядцы домой так заключал летописец и все значит где-то еще один валяется я его похоже найду история на этом закончится но все равно интересно проговорил гендос непонятное для своих друзей предложение и громко продолжил а пока нет четвертого сундука ничего не будет ни якорей ни подземных ходов ни кораблей утопленных ничего какой-то рок только почему он на мне для кого я их собираю чью я работу делаю чего гогочишь вздрогнул от внезапной перемены настроения сашка слушавший ничего не понимающий он штукин ползет генка ткнул в сторону спускавшегося на берег катерам и лодкам инспектора рыбной охраны незабвенного валю штукина подойдя к сидящей на земле троице инспектор втянул в себя на пробу речный воздух осмотрел близлежащую панораму и бросив взгляд на катера подозрительно проговорил вот вы где товарищи дубина он же дубовик светленький он же генка и сазанов он же злостный нарушитель и похититель чужих саней тьфу лодок причем не оплативших положительных штрафов наложенных на хозяина этой лодки за неимением бортового номера и неоплаты годового взноса на использование наших водных ресурсов но я сейчас не за этим а зачем в один голос произнесла улыбающаяся троица глаголь сатрап да ты мне генка нужен у тебя полное подводное оборудование есть так ну баллоны угк и прочая приблуда у него еще и ласты есть сказал дубина еще громче рассмеялся да и ласты тоже будут нужны повторил за сашкой штукин не почувствовав подвох в речах продолжил там значит за порогами дно реки углубляли знаете же новые цеха возводить будут корабли строить ну вот углубляли и очищали и в чего уперлись не понять а специалист от завода в отпуске подводник а посмотреть надо срочно от благодаря сумма денежная а тебе же денежки нужны и сам же ответил на поставленный вопрос нужны знаю ну вот окунешься посмотришь чего там и все ну как когда окунаться то спросил генка штукина инспектора завтра поутру идет но сейчас пройдите на катере до места посмотрите фронт работ и получив утвердительный кивок в ответ развернулся к отходу но вдруг помедлил и проговорил глядя на гендоса а ты герой и уловив недоуменный взгляд продолжил рассказали мне как ты браконьерские сети на тебя намотал дабы предупредить незаконный вылов биоресурсов ага не испугался что ты не всплывешь никогда молодец герой кто сказал ты заржал дубина глядя на генку как кто они сказали мешане с другоном еще сказали утопит героя но это потом сейчас с ними органы общаются ладно пошел я ген сделай о чем я прошу и сейчас уже ушел по-настоящему оставив хохочущих над гендосом друзей ну чё сашка сходим за пороги а ты иди что я ибо все высчитывал. Хорошо? Димка кивнул головой и поплелся с берега в город, подшептывая от недовольства за полученное внезапное поручение. «Че за координат?» — спросил Сашка, готовя свой боевой катер к дороге за пороги. «Да я его просил. Там у косы, говорят, боржа с войны утопленной лежит. Хочу найти ее. Посмотреть, что за судно». Примерное расположение указал на карте. «А он же в море отходил лет 20 штурманом. Умнейший специалист, обещал помочь». «Ну че, приготовил корабль? Пошли? Нет?» И заняв место в катере, соответствующее штатному расписанию, Генка стал ждать, когда дубина запустит мотор и отойдет от берега на водный простор. Японский двигатель запустился с полу раза, и Сашка, потихоньку отойдя от суши, развернул катер к противоположному зеленеющему берегу. И, выжив максимум из мотора, помчался с ветерком на средину реки. Пролетев на мечное расстояние с бешеной скоростью, японский друг чихнул пару раз ненавязчиво и заглох. «Тьфу ты, бензин-то закончился, похоже. Я ж не доливал его в бочок. Ммм, еще и весла на берегу оставили. Благо, рядом берег. Руками догребем. Ага, догребем. А течение? Снесет к порогам. Бросай якорь. Да давай орать кого-нибудь. Сейчас баржа какая-нибудь по фарватеру пойдет, и все, кайки. Раздавит, не заметит». Сашка, выслушав норовоучение друга, кинул якорь в воду и присел на скамейку. Но спустя минуту привстал, пнул ногой бочок из-под топлива, удивленно сказал. «Нет, топливо есть. Значит, чего-то с мотором. Сейчас гляну». «Глянь, глянь, у меня опять с носа потекло. Проклятый насморк. Ну да ладно, бабкины капли со мной. Сейчас вылечусь». И, подтерев под носом предательски появившуюся каплю, сунул руку в карман и извлек из него аптекарский пузырек. Оболтав в руке содержимое, он откинул голову и сделал глоток. «Да и мне», — проговорил оторвавшись от работы Сашкой и протянул руку вперед. «У меня тоже! Сопли!» «На!» И, получив требуемое, посмотрев на содержимое пузырька, втянул его в себя. «Хо! Гадость! Микстура!» И, откинув пустой флакон в воду, продолжил колдовать над двигателем. Не предполагая, а точно зная, что последует вслед за принятым глотком, Генка закрыл глаза и уперся ногами в полок, лежащий на дне катера. В ушах стало звенеть по нарастающей, а со стороны берега послышались звуки, до того неразличимые вообще. Светленький открыл глаза, перед его взором открывался совершенно незнакомый берег, пустой и чужой. Поглядев направо, Гендос увидел караван уходящих вдаль чужих неизвестных кораблей, под гортанные крики их невидимых грибцов и почему-то подумал «Уходят домой». Оглянувшись назад, он опять увидел своего друга дубину, колдовавшего над заглохшим двигателем, и, толкнув его рукой, тихо сказал ему «Посмотри на берег, посмотри» и заорал во всю силу легких. «Посмотри на берег! Он похож на какой-то неизвестный корабль! Что это за корабль? Как его имя? Хьялти?» Дубина вздрогнул от внезапного крика сорвавшего стаю чаек с берега и, оглянувшись по сторонам, глянув на громко кричащего друга, тихо произнес «Пэлла! Пэлла, Ярл! Пэлла!» Глава восьмая. Разбившаяся о воду мечта. «Ну и что будем делать, Ярл? Наши топоры их не достанут, и средств переправы я не вижу, вообще никаких. Если только навалить кучу деревьев и навязать плоты. Но пока мы будем заниматься заготовкой дровесины, а впоследствии пересекать эту реку, нас осыпят градом стрелы камней. Так что вряд ли до дракаров хоть кто-то доплывет. Ну и стоять без дела тоже никак нельзя. Плохо они о нас думают. Откуда они только взялись на нашу голову?» Поглядев в сторону Эрика Рыжебородова, сумрачно проговорил верный Орм, судорожно сжимая в своей громадной ладони рукоятку боевого топора и прикидывая расстояние от своего берега до места незапланированной стоянки их боевых судов, мерзко и нагло похищенных неизвестными доселе соперниками. «Да, Орм, попали мы в припоганейшую ситуацию. Благодаря бестолковым головам наших соратников по оружию!» — проговорил Яру и посмотрел в сторону стоящих отдельной кучкой шестерых охранителей, их боевых, проверенных боями и временем кораблей. «Ну, Эгиль, возьми четверых воинов и спустись вниз по реке. Посмотри, нет ли там брода. Ты, Бруни, сделай то же самое, но вверх по реке, а остальным всем валить деревья. Мы будем вязать плоты. А ты, Орм...» Я глядел с ног до головы огромную фигуру, стоящего перед ним викинга, приказал ему. «Проверь-ка на крепкость духа этих свиней. Метни топор. А если понадобится, ты не один. Докинешь до того берега? Вижу, докинешь. Ну и швыряй их. Вноси сумятицу в ряды противника. А вы двое. Вальбе страшный и Скули. Скули бестолковый. Со мной пойдем. Поищем место, откуда эти тараканы свалились на нашу голову». Раздав указания всем ожидавшим он их викингам, Эрик Рыжебородый, развернувшись к лесу, отошел вперед в сопровождении двух воинов и под свист кинутого в дракар боевого топора Орма. Ненароком оглянувшись, Ярус с нескрываемым удивлением проследил смелый и выверенный полет железного орудия, метко сильно запущенного в мачту дракара, стоящего в отдалении на том берегу. Летящий топор, сделав в воздухе немеряное число поворотов и вращений, четко и сильно вонзился прямо в центр любимой мачты. Красиво! И ровно расколов ее на две одинаковые части, тем самым лишив возможности злых угонщиков чужого транспорта уйти от наказания на всех парусах. Махнув головой от удовлетворения от проделанной работы, Эрик улыбнулся и прокричал залюбовавшемуся на порушенную мачту Орму. «Молодец! Прекрасно! Продолжай! Не давай им продыху!» Подождав, когда Эрик Рыжебородый скроется из поля видимости, Корно подбежал Бруни, на время отложивший в уведывание мели на реке, и, усмехаясь, громко просипел. «Молодец! Молодец! А вон в ту мачту слабо попасть! Держу пари, что все случайно! А, братья!» Хитро прищурив глаз и подзуживая меткого воина на новый подвиг, он обратился к начинающим рубать поленье северным воином. «Давай топор! Соберитесь все сюда! Я сейчас покажу этому дохлику, что значит играть с огнем! Что ставишь?» Услыхав голос Орма и то, что заключается в какой-то пари, викинги побросали свою работу и всей дружиной сгрудились на берегу, обступив спорящих со всех сторон, высказывая при этом свои предположения и сомнения. А Эрик со своими двумя сопровождающими в это время двигался по красивому лесу, и ему было ну совершенно никакого дела ни до спора, ни до реки, и даже до ворчания скули, который ему под доспехи забрался злой муравей и жестоко покусывал его волосатую грудь. О том, что они подходят к какому-то поселению, они догадались, когда Вальбис страшный сходу влетел в вырытую кем-то волчью яму и, исхитрившись извернуться в воздухе, как змея, застрял между врытыми в землю двумя остро заточенными колами, не забывая при этом отдавать указания скулии по вытягиванию муравья из-под доспехов. Эрик Рыжебородый подошел вплотную к яме и оглядел попавшего, отдал приказание второму викингу. «Иди вперед, скули! Там, похоже, жилище! Осмотри их и быстро назад! Будем этого вытягивать!» Махнув головой, второй викинг проворно рванул вперед, но не пройдя и двух метров, исчез глаз долой, будя шумом и треском заснувших было обитателей данного леса. Кому видно и предназначались эти ямы. Махнув от отчаяния рукой, Эрик Рыжебородый громко и заковыристо выругался, но так как ему одному было бы не под силу совершить вызволение из незапланированного плена товарища по оружию, то он не стал напрягаться, а пошел осторожно и аккуратно туда, где средь порослей кустов проглядывали неизвестные хижины. Разведка взглядом ничего существенного не принесла. Кроме того, что в деревне никого не было, не считая собак и ворон, да запаха какой-то еды, вызывающей злую голодную слюну и непотребный непрерывный аппетит. Но заходить не пойми, куда Эрик не решился. Силы, если что, были непропорционально неравны, и, потоптавшись на краю леса, Ярл пошел за подмогой, позволяющей вытащить из ям Скулли с Валем и разграбить пустую деревню, хозяева которой отлучились по причине угонения их дракаром. Прибыв на место невольной стоянки, Ярл обнаружил все свое войско, собравшееся тесной кучей на берегу, что-то яростно обсуждая, громко ругаясь и тыкая пальцами в сторону соседнего берега. Посмотрев туда, куда указывали персты, Эрик плюнул на землю и, со злостью поймав пробегавшего мимо викинга, спросил, «Что это?» «Это мачты». «Были», — ответил заявливший был и воин. «Вижу, что были», — и со стоном оглядел проделанную в его отсутствие работу. Дракары, стоявшие на том берегу, были без мачт, нашпигованные боевыми топорами, как колбаса салом. Там же в довесок к этому гарниру были и копья. В воде, как малые кораблики, плавали железные шлемы. Ими тоже, видно, в кого-то кидали, да не попали. «Лес», — спрашиваю, — «чего не рубите?» «Так нету». «Чего нету? Лесу?» «Нет». «Лес есть, топоров нет. Орм все туда перекидал и указал рукой на натюрморт, стоящий на том берегу. Теперь спорят, кого менять на еду будут. Хотели меня? Да я, видишь, побег совершил». Отпустив бежать дальше, Ярл подошел к воинству и гортанно дико заорал, приведя в разум злую команду, имеющую только ножи, крепкие белые зубы и надежду, что все-таки живыми их отпустят домой. На соседнем берегу показалась толпа вооруженных до зубов людей и, подтащив к воде челн, пустила его. В лодку прыгнул человек и, сев за весло, направил ее к берегу, где, уже рассредоточившись цепью, стояли злые безоружные викинги, с тоской поглядывавшие каждый на свой топор, торчащий из деревянной обшивки корабля. «Меня зовут Аки», — представился вновь прибывший и, оглядев воинство, с усмешкой добавил. «Ха-ха-ха! Чего воевать собрались? Чем?» «Ладно, я к вам с предложением. Вы отдаете нам ваше оружие, и, увидев, что Эрик открыл рот, дабы что-то сказать, быстро опередил его, продолжив. То оружие, что у вас осталось. А мы отдадим вам ваше корыто и отпустим вы своя оси. Ну, если вы не примете наше заманчивое предложение. В общем, отказываться вам не имеет смысла». «А ты кто такой? И откуда ты? Твой говор очень похож на наших северных братьев. Они, как я знаю, ушли к русам. А ты кто?» «Я и есть ваш северный брат. По приказу моего ярла Эдвина, я остался на этой земле до ожидания, когда он вернется за мной. Увидев, как вы хотите напасть на наших воинов, я пришел в селение к своим новым друзьям, здесь живущим, Инкери. Они согласились мне помочь. Не бесплатно, правда, но у меня немного с собой было. И вот я здесь, рядом с тобой, только с дракарами, а ты без них». «Акки! Порвать бы тебя, Акки, как собаку! Почему ты с ними? Почему ты не с нами? Верни нам оружие, мы покорим этот народ, как покорили мы англов и франков. Здесь богатая земля, мы будем здесь хозяевами, слышишь, Акки?» «Не-е-е, Рыжебородый, мы не покорим этот народ. Эта земля никогда не будет нашей. Их оберегают русы, а с теми никто и никогда не справится. Нет такой силы и никогда, похоже, не будет. Так что давай-ка принимай мое предложение и отправляйтесь к себе домой. А дома, когда придешь, всем скажи. Торговать — да, воевать — нет». Выслушав поступившее предложение, Эрик Рыжебородый проговорил в ответ стоящему перед ним северному брату. «Хорошо. Но... Есть но! Ты же знаешь, что по Северному морю мы без оружия не пройдем. Да и дракары разбитые, да и провианта никакого нет, да и золото, чтобы расплатиться за услуги, тоже нет. Эдвин пустой сундук дал, я его там, за порогами, выкинул. Так что я даже не знаю, как расплатиться за твое заманчивое предложение». «Хорошо. Ружье вам отдадут на выходе в Варяжское море. Дракары мы отремонтируем, а провиант сейчас пришлю. Все, ждите». Иакки, прыгнув в челн, быстрые споры погреб к противоположному берегу, а Эрик Рыжебородый остался ждать, зная, что никто не собирается его обманывать, грубо играть с их положением. Три дня, проведенные на берегу в ожидании ремонта кораблей, прошли тихо и незаметно. Обещанная провизия была доставлена быстро, поэтому и в питании проблем не было никаких. Правда, желание похотицы, иногда пробуждающиеся в сердцах викингов, отвергалось напрочь, ввиду отсутствия предметов охоты. Но зато достали из-за подни Валя и Скулли, и в наказание заставили их ловить рыбу, хотя она никому была и не нужна. Но вот от соседнего берега отвалил юркий челнок и быстро направился к незапланированной стоянке данов. Вышедший на берег Акки, в окружении хорошо вооруженных воинов, подошел к Эрику Рыжебородому и, подняв правую руку вверх, торжественно произнес «Все, Эрик, дракары в порядке, сейчас вас всех перевезут на тот берег, и вы можете отправляться домой. Оружие, как мы и договаривались, вам отдадут на выходе из реки. Провиант на кораблях, весла и паруса в порядке. Ииии, передай всем, Рыжебородый, не приходите сюда с войной. В гости? Да. Ииии...» Акки, посмотрев на своих сопровождающих, опустил вниз руку и замолчал. Перевозка хозяев дракаров заняла некоторое время, но прошла быстро и без приключений. Когда викинги расселись за веслами в ожидании отплытия, Эрик Рыжебородый вскочил на нос с судна и, нашедший в толпе воинов Акки, прокричал ему «Мой северный брат! А ты? Не хочешь ли ты уйти с нами домой? Нет! Я останусь с моими новыми друзьями! Передай привет священным местам, которые меня вырастили! Поклонись моему морю, моей земле!» И, проорав это в ответ, Акки развернулся и тихо ушел прочь, не оглядываясь назад. Выстроившись в цепь, дракары тихо и аккуратно вышли на центр фарватера и дружно под гортанные крики грибущих пошли вперед, к выходу на большую воду большой реки. Обернувшись назад, Эрик Рыжебородый поднял вверх руку и, словно по команде все грибцы всех кораблей, подняли вверх в весла, словно прощаясь с этой непонятной, но доброй, ничего плохого им не сделавшей землей. Через миг весла опустились в воду и сюда пошли. Пошли домой. Интересно, что там Гиндо сделать будет за порогами? Надо было ему подсказать, там цвет нет, а много. Пусть бы посмотрел. А может, ну его кляду эти якоря, на металлоломе можно бабки сделать. Точно? Так и скажу ему, когда приду. Правда, там работы ведутся, а год назад вообще песок со дна реки промышленным способом добывали. Да и сейчас, Штукин сказал, дно углубляют, цеха новые ставят, директор отличный, заказы появились, работа у людей. Хм, надо пойти поинтересоваться. Может, устроить с кем-нибудь? Ага, ага, на ловца и зверь бежит. Вон Николай стоит с друзьями, рассказывает что-то смешное. За четверть века хождений по морям вспомнить есть чего. Умнейший мужик этот Коля, одним словом, штурман. Размышлял про себя, удрученный полученным заданием, немного обозленный на гендоса и Сашку Димон, но готовый поделиться с друганами полезными для дела советами. Привет, Коль! И я к тебе по делу! Сходу взял быка за рога Димка и поздоровался с рассказывающим какую-то веселую байку штурманам. А, с нами не привет, авантюрист! Ильклат вырыл уже, смеясь, беззлобно проговорил слушатель морских чудесных историй Генка Краснов и толкнул в бок третьего собеседника и зрек ему. А так, Мишель, вот чего нечаянное богатство с людьми делает? Это не хохры-мохры! Хе-хе-хе-хе! Да ладно вы! Ничего я! Мы не нашли! Привет! И, пожав руку собеседником, обратился к Николаю. Коль, я по делу к тебе! Ты гендос какие-то вычисления делал? Забрать можно? Можно, конечно! Они как раз у меня с собой сейчас! Подожди чуть-чуть! И продолжил прерванную историю из жизни торгового флота. Грузились мы, значит, в одной африканской стране! Деревом каким-то ценным! Железным, наверное! Ну, мы погрузили все в трюмы, как положено, проверили нас там, их службы разные, например, контраманды, да? И на предмет незаконного проникновения на судно левых эмигрантов местного африканского происхождения. Все перевернули, ничего не нашли и дали команду отходить в океан. Пошли мы, и через три дня плавания началось чудо! Йоу! Со всех щелей, как тараканы, полезли местные аборигены. Как они в трюмы прозлезли! И как три дня без воды и еды! А главное, где? Одному творцу известно! Ну, че нам делать? Кругом океан, до Европы месяц в пути! Поставили на довольствие. А когда в порт зашли разгружаться, а они, как по команде, все за борт сиганули, видно, за политическим убежищем поплыли. А вот еще! Ладно, Коль, потом расскажешь. Он с товарищем вопрос решили, а то уж он исчисался весь. Завтра заходи ко мне на счет работы, буду ждать. И ты заходи! Ха-ха! Авантюрист, кладоискатель! И дружка Генку волоки с собой! Я сейчас начальником охраны на заводе! Штат набирай, люди нужны! И, попрощавшись с оставшимися для дальнейшей беседы Николаем и Димоном, Димон двинулся с Мишкой прочь по улице. Получив то, что требовалось, Димон безотлагательно поплелся домой, решив на завтра передать как нужные напарнику бумаги, так и полученные предложения на намеченную трудовую деятельность. На следующий день, подойдя на берег реки и обнаружив там собирающихся на предложенную халтуру Светленького с Сашкой, Димон протянул одетому в подводное деяние, но еще без баллонов за спиной, Генке, свернутые в рулон важной бумаги. На! Кольша отдал. Говорит, все отметил, как ты просил. И еще! Хотелось еще упомянуть о предложенной внезапной работе, но решил подождать до возвращения. А вдруг надыбут чего-нибудь? И трудовая деятельность будет и не нужна вообще. Хотя, чего они здесь найдут? А вот, металл. И, скороговоркой, боясь быть перебитым и непонятым выпалил тираду. Гендос! Там металло море цветного. Его с баржи скидывали. Во времена детские наши, ты глянь, поближе к берегу. Ну, а то, что там целый год работал промышленный насос, который выкачивал с реки абсолютно все, решил не говорить. Хорошо. И это посмотрю. «Сашка, ну чего, поехали!» И, приняв протянутые бумаги, Генка вальяжно развалился на сиденье катера. «Встречай, Димон, нас вечером!» «Давай!» Катер скользнул на широкую воду реки, усиленный хорошим и наземным мотором, долетел до места подводной работы быстро и без непредвиденных остановок. Сбросив газ до минимума, Сашка тихонько причалил к стоящему в ожидании работы, казалось бы, заброшенному земснаряду, попал до которого, прохаживался туда-сюда, то ли сторож, то ли работяга. Увидев причаливший катер и одетого в гидрокостюм человека, присутствующий, задал конкретный вопрос. «То вы?» «И зачем вы?» На что получил не менее конкретное ответ причаливших. «А, твое какое дело!» «Купаться хочешь?» Купаться работяга не хотел и поэтому стал жалобно конючить, поглядывая мельком на железный лом, прислоненный к леру. «Ну кто вы?» «Посторонним нельзя сюда!» «Да какие посторонние!» «На работу приехали!» «Штукин сказал, у вас что-то случилось, а водолаз уехавший!» «Вот гендос и разберется с поломками вашими!» «Да, Генг?» сказал Сашка и, протянув к леру руку, на всякий случай взял лом в свои руки. «Хе-хе!» «Штукин сказал!» «А не сказал вам, ваш Штукин, что с вечера починили все?» «Ну, а как?» И мужик, нагнувшись к полу, поднял большую пудовую кувалду. «Положи молоток!» «Сейчас уедем!» «Поехали, Генка!» «Штукин старую информацию доложил!» «Ну, чё задумался, Ген?» спросил Сашок, потерявшего интерес к работе светленького, но не потерявшего интереса к реке. «Сашка!» «Я нырну все-таки!» «Да просто!» «Во дну прогуляюсь к берегу!» «Димон же сказал, что цвет мед какой-то есть!» «Хорошо?» Обернувшись к работяге, с улыбкой спросил того. «Бать, а молоток-то тебе зачем?» Мужик, краем уха, слышавший разговор друзей, встрепенулся и проговорил с язвительной улыбкой. «Молоток?» «Орехи колоть!» «И непосредственно Генке!» «Ты не ныряй!» «Нет, там ничего!» «В прошлом годе все вытащили!» «Тогда сосун песок вытаскивал!» «Зря только баллоны опустошишь!» На что Гендос только махнул головой и попросил Сашку проверить на нем костюм для подводного плавания. После некоторых манипуляций своего кореша ныряльщик натянул маску, вставил в рот опус для извлечения кислорода из баллонов и погрузился в зеленую речную воду. Видимость под водой была хорошая. Метров шесть. Но чем дальше отплывал Генка от края фарватера к берегу реки, тем вода все подлее сгущалась, накрывая подводное обозрение, грозя какими-нибудь незапланированными происшествиями в виде порванного гидрокостюма или еще того хуже – пораненого тела. Цветного железа не было на дух. Впрочем, и черное железо отсутствовало тоже. Как будто рачительный хозяин чисто до последней соринки подмел дно реки и увез весь мусор куда надо. Генка вспомнил недавний разговор с мужичком с земснаряда, работавшим здесь в прошлом году в гидронасосе, и погрозил кулаком Димону, похоже, знавшему об этом, но введшим в заблуждение друзей и заставившим искать их вчерашний день в не очень прозрачной воде. Ну, да вон и граница работы сосуна, выворотившего на показ некоторые скрытые предметом и чудом не попавшие в рукав насоса. Тихонько продвигаясь по дну реки и уже собравшись прекратить свое путешествие, Генка попутно обратил внимание на лежащий на песке необычный камень, отполированный подводным течением до состояния, но если не зеркало, то фольги, правда мутные. Он не спеша к нему подплыл и, думая, как преподнесет его в виде подарка гнусному Димону, с советом водрузить его на шею, не особо напрягаясь, выворотил его из песка. Приподнявший камень от песка с целью получше рассмотреть нежданную находку, Генка вдруг вдохнул в себя полный, насколько позволяли легкий глоток кислорода, и стал покрываться липким предательским потом от неожиданного зрелища, открывшимся перед ним его взором. Из ямки, лежащего только что там камня, на него смотрел новый сундучок, четвертый сундучок, с красивой металлической, украшенной неведомыми ему рунами крышкой, откинув уже ставший неинтересным гладкий камушек, Гендос опустился перед сундуком и, ласково потерев его крышку, озвучил сам себе в голове собравшиеся мысли. Четвертый, пустой, вот и кончилась сундучная эпопея, пятый уплыл домой, я прошел чей-то путь, я собрал их, а теперь только удача, и вырвав находку из песчаного плена, стал подниматься наверх к катеру, держа ее на вытянутых руках перед собой. Четвертый! Улыбнулся и прошептал Сашка, помогая забраться Гендосу в катер, и, обернувшись к мужику, охранявшему великий земснаряд, крикнул ему громко, заставивши того сдрогнуть от неожиданности. Четвертый, батя! Четвертый! Глава девятая Случайная встреча двух историй Поправьте парус! Сейчас в озеро войдем! А какие там дуют ветра, говорить вам не надо! Сами все прекрасно знаете! Не раз уж испытали на себе его злые качества! Скомандовал Эйдвин прекрасно волосой своей дружине, сидевшей на веслах, и, наклонившись к Хелти, колдовавшему над большой бабушкиной бутылью, тихо его спросил. Ну как? Есть еще чего? Нет! Ничего нет! Закончилось волшебное зелье! Со злостью в голосе, достойной отважного берсерка, ответил Хелти и запустил бутыль в свободный полет в озеро. Ладно тогда, нет и нет! И, поднявши голову, опять прокричал своим воинам. Двигаем вдоль косы! Там, за островом, повернем и к реке! На ней мы заберем второй дракар, да наш! Если его никто без нас уже не уволок! И домой! Нет, не домой! На ледяную землю! Там теперь будет наш новый дом! С уважением и гордостью окинув своим взглядом загребавших веслами тяжелую воду своих верных и храбрых северных воинов. Войдя в реку, быстрый дракар за короткое время преодолел намеченный путь. На удивление всего экипажа, судно даннов стояло там же, где его и оставили. И даже товарные ценности в виде весел и деревянных скамеек не были никем и никуда растащены. Если не считать только маленького беспорядка и грязи, сотворенных местными чайками и воробьями. Но это уже было второе дело. Бегло осмотрев корабль своих братьев, доставшийся им в неравной, но принципиально нужной драке, те викинги, которых судно Ярло забрало с острова, рассеялись за весла и стали ожидать команду к отправлению из этих красивых, богатых и дружелюбных краев. Настолько дружелюбных, что даже самим не верилось, что уезжают. Ярл Эдвин взгромоздился на корму и, подняв вверх руку, заставившую всех замолчать, громко прорычал, распугивая птиц и комаров. Воины, викинги, домой, весло в воду, Один с нами. Но... И на мгновение прервав свою речь, продолжил же потише, так как торжественная часть выступления уже была закончена. Но... Пристанем на минутку к берегу. Надо забрать верного друга Акки. Заберем его, и все, уходим. Поняли? К берегу! И тут... На судне Данов подскочил со скамейки, как будто его ужалила злая отца в большой нос, храбрый Вигги. И быстро, громко боясь, что его не услышат, проговорил. Ярл! Эдвин! Мы ж забыли на острове нашего брата, доблестного Стига. Как же мы уйдем отсюда без него? Этим самым мы нарушим наши обычаи, наш суровый закон, по которому мы не должны бросать своих храбрых друзей. Да, Вигги, мы плывем за ним. Мы не нарушим наши законы. Викинги! Весло в воду! Разворачиваем дракары к острову за Стигом! И, наклонив низко голову, продолжил уже под нос себе, так, чтобы никто не слышал. Как же я забыл-то про него! Верховные боги накажут! Ммм, дорога началась неважно! Причалив к зеленому острову и забрав уже успевшего одичать своего собрата, викинги уже приготовились к отходу, когда глазастых Ялти заметил огромную темную тучу, быстро приближающуюся и накрывающую, пока на удивление, спокойное озеро. Ярл! Эдвин! Смотри на небо! Боги, похоже, посылают нам последнее испытание на чужой для нас земле. Слышишь, какая тишина! Скоро здесь будет хуже, чем в подземном царстве его владычицы Хель. Ты знаешь, что всякая тишина на воде заканчивается большим горем для тех, кто решит бороться с богами на нем. Давай, переждем на острове, а потом продолжим наш путь. Да, Хельти, ты прав. Тишина обманчива. Викинги! Бросаем якоря и сходим на остров. Мы понаблюдаем за безумием там, на земле. И когда все закончится, пойдем к дому. Северные воины не заставили ярло дважды повторить свое решение и дружно всей толпой сгрудились на берег острова, не забыв приковать якорями свои дракары, дабы злой ветер не унес их куда попало. А ветерок при приближении черной громадной тучи стал задувать все сильнее и сильнее, пока не превратился в ужасный ураган, поднявший громадную волну на озере и почти нагнув в земле все деревья. Якоря держали бешено раскачивающиеся дракары, но канаты натянулись такой тугой струной, что было ощущение еще миг, еще чуть-чуть силы и все. Они лопнут, не выдержав неравной борьбы. Эдвин, Ярл, ты куда? закричал к Ялте, увидев, как его командир вскочил с земли и, сопротивляясь бешеному ветру, побежал к дракарам и, не получив ответа, также сорвался в эту борьбу. Викинги, лежа на земле, стали наблюдать, чем же закончится это внезапное движение их Ярла и Хьялте, решившего не бросать своего предводителя. А еще они смотрели на якорный канат, который просто уже каким-то чудом держался в борьбе с ураганом. Сундук! Хьялте! Сундук! Если Дракар оторвет с якоря и мы потеряем много нашего богатства, а вы его заслужили, поэтому надо его забрать! Перекрывая шум сильного ветра, прокричал Эдвин прекрасно волос и Хьялте, который забрался вслед за ним на бешено раскачивающийся Дракар и, подняв сундук груди, скомандовал «Все! Идем обратно! На берег!» Но тут и произошло то, чего можно было и ожидать от этой морской бури. Прибавив совсем немного силы в своей дьявольской пляске, она словно гнилую нитку разорвала канат и выкинула Дракар с двумя его пассажирами в открытое озеро, отгоняя его все дальше и дальше от берега острова, нежданно послужившему им защитой. Хьялте! Держись! Но бешеный ураган проглатывал все слова ярлы, обращенные к его другу, а судно на волнах выделывало такие кульбиты, что мысли остаться и вернуться уже просто пропали. Волна за волной яростно накрывали Дракар вместе с его пассажирами. Молнии били в воду с силой, с грохотом, создавая впечатление, что все асы разом решили освободить свои колчаны от огненных стрел. А когда корабль встал на волне почти вертикально, Эйдвин в последний раз увидел своего верного друга берсерка Хьялте. Злая волна с огромной силой ударила сверху и смыла того за деревянный борт в пучину чужого озера. Сил на борьбу со стихией у ярла Эйдвина прекрасно-волосого уже не было тоже. Он поднялся на ноги на жестоко раскачиваемом судне, прижал к груди руками сундук с золотом и стал ждать конца этого приключения. И финал борьбы не заставил себя долго ждать. Ветер словно собрал в одном месте всю свою силу, обмотал крыльями словно паутины тела Эйдвина, вынес его с дракара и, не отпуская, погрузил в волнующуюся глубину озера. Находясь уже на глубине, Ярл попытался освободиться от этих пут, но не мог. Они держали его словно паутина, сплетенная в кокон каким-то злым пауком, словно стена, которую нельзя было ничем пробить. Эйдвин с силой оторвал руки от груди, держащие заветный сундук, и ткнул в эту стену. И руки вышли на волю, ощущая спокойствие у озера, находящегося за этим сплетенным кем-то коконом ветра. И он разжал свои пальцы, отпуская маленький сундучок с богатством викингов в неизвестный путь. Пятый, последний сундук. Прибыв на место своей дислокации, то бишь на берег, где стоял помятый генкин катер и прочие разные лодки, Сашка потянулся и заглушив мотор, спросил другана. Ну чё, гений, пойдём по домам, до завтра, что ли? Халтуры не получилось, сделать нечего. Отдохнём и в путь завтра в озеро. А Штукину при встрече заложенную информацию, я по голове настучу. Сундук вам бабки отнесёшь, у неё там уж коллекция похожа сложилась, сундучков пустых. Да не, Саш, забери его себе, она уж смеётся надо мной как над убогим, хотя родная бабуля, спокойно ответил Генка и придвинул пустой сундук поближе к корешу. Саш, забери пустые вот эти баллоны, у тебя же есть ещё компрессор, так? Наполни их, а вот эти два неиспользованных я домой отнесу, завтра с тобой захвачу, хорошо? Хорошо, Гендос, хорошо. А вон и Димон ползёт, спроси его, Гень, где цветной металл в излишестве и в своём богатстве устилающее дно реки? Ни грамма не нашли, наверное, и рыбы сожряли. И Дубин наткнул пальцем в приближающегося к катеру всклокоченного другана. Генка, дождавшись, когда напарник предстанет рядышком, язвительно улыбнулся и незатейливо задал тому простой вопрос, заставив товарища нервно почесаться. Ну, и где? Где твои железные сокровища, дебилойд? Я чуть там не утонул, ни черта не нашёл. Ген, я забыл тебе тут сказать, там в прошлом году песок сосун качал, в общем, наверное, с ним всё и выкачал, но, обратив внимание на сундук, поправился. Наверное, не всё. Чё, Генка, ещё один. Правильно у летописца написано было. Четыре их? Ты их и вытащил. Чудеса, да и только. Ай, красивый. Надо посмотреть будет, чего эти руны обозначают. И погладил рукой обитую резным железом старинную крышку. Вот только чё же они не сгнили, а? Вопрос. Тоже чудо какое-то. Не сгнили, значит, так надо, ответил улыбающийся Генка своему товарищу. И, посмотрев настоящий сундучок, продолжил. Завтра в озеро пойдём к якорю. Пойдёшь с нами? И, получив утвердительный кивок, в ответ закончил. Будешь там свой косяк отрабатывать. Ну, всё, до завтра. А ты, повернулся Сашка. А я, да посижу маленько. Ты тоже домой. Да, Сань, не забирай мотор. Я, здесь по реке пройду. Чё-то настроение такое, что хочется какой-нибудь подвиг совершить. И, посмотрев на недоумённых корешей, рассмеялся. Ха-ха-ха-ха. Да я шучу. Забирай двигло до завтра. Сашка, конечно, понял шутку. Но двигатель снимать с катера не стал и, повертев пальцем у виска, закинув на себя пустые баллоны, двинул вверх по берегу вместе с Димоном к дому, не забывая выговаривать своему попутчику претензии за его бестолковость. Подождав, пока друзья скроются с глаз долой и не услышат звук запускаемого мотора, Генка залез в катер и, нажав на кнопку стартера, запустил двигатель в работу. Не имея никакой цели своего путешествия, а имея желание просто прокатиться с ветерком по родной реке, Гендос выбил катер на середину и, втопив газку до пола, понесся в сторону озера. Когда выскочил в озерный простор, руки машинально повернули руль катера в направлении зеленого острова, стоящего на конце длинной косы. И под песню, которую мореход орал во все горло, плавсредство бешено рвануло вперед, подскакивая на встречной волне. Причалив к берегу острова, искатель сундуков примотал веревку, прикрепленную к носу катера на сук, а сам, одевшись в свой дайверский костюм, баллоны с кислородом опустился в воду. С намерением осмотреть недалеко найденный якорь, плотный и глубоко вонзившийся в донный песок. Подплыв к находке, Генка с интересом ее рассмотрел, даже погладил. Находка видно была очень старой, судя по глубине, на которую она залезла в песок. Но ничего, и не такие вещи откапывали. Завтра все инструменты и машинки с собой возьмут и выкопают его из плена. Поплавав вокруг якоря еще немного, Генка развернулся и двинул назад к привязанному к суку катеру. Поднявшись из воды и отцепив транспорт, все остальное он решил скинуть там, у дома, на берегу. Поэтому снял с себя только баллоны и аккуратно уложив их на дно завел двигатель и развернув катер, тихонько, почти мечтательно пошел вдоль косы. Проплыв некоторое расстояние, он опять заглушил двигатель и как будто чего-то вспомнив залез в свой рюкзак и вытащил на свет бумагу с нанесенными на нее координатами. Ту, что сделал для него штурман Коля. Изучение показало, что гендос находится где-то рядом от того места, которое его интересовало. Ни грамма не думая, он опять напялил на себя кислородные баллоны с маской и перевалился через борт катера. Опустившись на дно озера, ныряльщик поднял взгляд вверх. Вода была прозрачной и спокойной настолько, что днище катера, нависавшее над ним, можно было рассмотреть до единой трещинки, а солнце, светившее в небе, насквозь пробивало толщу воды до самого песка, играя своими лучами со спокойно плавающей рядом рыбой. Все было прекрасно, спокойно и хорошо. Поплавав маленько в поисках одной ему известной цели, гендос решил закончить с этим занятием и, погоняв маленько рыбу, приказал себе подниматься наверх к лодке. Решив это, он кинул взгляд наверх, где должно было быть обрисованное днище Сашкиного катера. Но там ничего к своему удивлению не обнаружил. Не было ни катера, ни солнца, а была темень, словно кто-то шутя закрыл все покрывалом, не пропуская на волю ни грамма дневного света. Этих шуток аквалангист уже не понимал и замер в воде, размышляя о том, что же сейчас происходило. И вдруг по дну озера будоража озерный песок пронеслась волна ветра, и гендос ощутил внезапный холод, который стал пробираться к его телу через подводный костюм. Одна волна сменяла другую, и подводный вихрь стал только усиливаться, нагоняя неизвестный холод и раскидывая рыбу по разным сторонам. Генка испугался не на шутку, но двинуться с места он не мог. Ноги как будто приросли к песку, устилавшему дно озера и вызывая накатившееся бессилие перед неизвестностью. Вглядевшись вперед, насколько позволяла вода, обреченный на это испытание гендос, увидел черный столб смотанного в кокон подводного вихря, быстро и неумолимо приближавшегося к нему, грозя или убить, или запутав, забрать его с собой в какой-то дальний, известный только этому вихрю путь. Генка закрыл глаза и стал ждать решения своей судьбы, вспоминая и маму, и бабушку, и всех добрым своим мужским словом. Но вихрь, подойдя почти вплотную, внезапно остановился и, закручивая позади себя тонны песка и воды, стал стихать, словно истратил всю свою силу на подходе к немевшему искателю приключений. А тот ждал, ждал столкновения с этой бешеной подводной стеной и уже попрощался со всеми. И тут онемевший Генка ощутил тишину и спокойствие воды. Но открывать глаза еще не решался, словно чего-то сильно боялся и оттягивал сей момент до поры. Но неумолимое время, которое заканчивало кислород в баллонах, все равно заставило его это сделать. И он решился на этот подвиг. Гендос открыл глаза. Вокруг была в меру прозрачная вода. Плавали разноцветные спокойные рыбины. Песок спокойно лежал на дне озера, как будто ничего и не было. Бросив взгляд наверх, Гендос опять увидел днище стоящего над ним катера. Вновь увидел солнце, игриво посылающее свои лучи ко дну озера. Увидел всю спокойную подводную жизнь, окружающую его, и спокойно улыбнулся, сделав насколько позволяла вода шаг вперед, внезапно споткнувшись о неведомый предмет, кинутый видно на дно озера злым вихрем. Опустив взгляд и увидев препятствие, мешающее шагать вперед, Гендос остановился и дико насколько это ему позволяло одетый одетый на лицо маска захохотал. Распугивая всех-всех, кто мог этот хохот слышать. Рыб, тюлени, чай, солнце, всех-всех! На дне лежал он! Открытый сундук! Пятый! Эх, закончилась очередная книга. Жаль. Но впереди нас ждут множество-множество новых. Дорогой слушатель, очень-очень прошу тебя, выскажись, как тебе качество, потому что это важно, ведь те денежки, которые присылали мне, они пошли именно на это оборудование. Если быть точным, на его аренду. Душевно благодарю сразу же за лайки, душевно благодарю за комментарии. Это очень важно для меня. я на них на все отвечаю, если вы не заметили. Если не заметили, попробуйте напишите, я отвечу. Если вы готовы поддержать мое творчество, то милости прошу в описании, там будет номер карты. Но мне чертовски не хочется стоять протянутой рукой. И вот именно поэтому я предлагаю вам дать мне возможность заработать. Ууу, сейчас будет реклама, подумали вы. Не, нифига. Если серьезно и честно, я хочу предложить вот как. Вы порадуете своих близких, а я на этом чуть-чуть заработаю. Как вам такая идея? В описании есть мои контакты, ну, обратная связь. А у вас, допустим, есть по-настоящему близкий, дорогой вам человек, которого вы хотите поздравить, ну, или просто порадовать, совершенно не важно. просто сообщите мне несколько интересных фактов, которые нужно упомянуть. Я, в свою очередь, свяжусь с отличнейшим классным поэтом, который на минуточку работает в самом известном театре Москвы. И вот эти стихи, которые он напишет, я озвучу или запишу на видео для вашего любимого человека. Это будет очень классно и незабываемо, поверьте мне. по цене договоримся. Я обещаю, это будет максимально недорого. Ко всем к вам и каждому с актерским приветом. Я очень люблю тебя, моя любимая единственная супруга Аленушка. Искренне ваш актер театра и кино Костя Суханов.